Возглавляем работу съезда. О вопросе отчет Центрального комитета и задачи партии я, с вашего позволения, возьму слово еще раз. Хотелось поддержать товарища из «Электростали» и обратить такое внимание, потому что вопрос о создании профсоюзных организаций и работа в профсоюзных организациях, я считаю, это отрывной пункт, отправная точка, от чего вся наша работа зависит в связи с рабочим движением и с рабочим классом в целом. Значит, есть такое мнение, что, как вы знаете, у нас две федерации профсоюзов. Это Федерация профсоюзов России и Федерация независимых профсоюзов России. Вот Федерация профсоюзов России – это те организации, такие как «Защита труда», это авиадиспетчеры и другие профсоюзы, которые в нее входят. И ФНПР, куда входят те отраслевые профсоюзы, которые представлены и ведут соглашательскую позицию вместе с работодателем. Вот, значит, бытует мнение, что надо критиковать эти ФНПР-овские профсоюзы. Но мы сталкиваемся, значит, со следующим вопросом. Бывает такая ситуация, что не всегда возможно создать альтернативный профсоюз – это раз. И, как показывает практика, наши товарищи добивались успехов работы в работе именно в таких организациях. И вот еще раз, товарищ это подчеркивает, да, то есть невозможно работать в той, какая есть. Да, и даже в самых желтых профсоюзах стоит работать. Значит, на примере своей организации я что хочу сказать. У нас их две. И не та, и не другая организация не представляет численности больше 50%, как позволяет закон, чтобы единолично ввести профсоюзную борьбу. Для этого мы представляем единый представительный орган, объединившись двумя профсоюзами. И надо понимать, чьи интересы, значит, защищает этот отраслевой профсоюз. Даже бывает то, что внедряя туда какие-то вещи, эти вещи просто кладутся куда-то на полку, значит, не доходят. Но, с другой стороны, разные есть предприятия. Надо посмотреть, кто начиняет этот профсоюз. Значит, в нашей ситуации ФНПРовский профсоюз начиняет разного рода руководителей. Начиная от высшего состава и заканчивая, значит, низшими руководителями, да, не такого высокого уровня. Вот. Просто надо подумать, чей интерес будет защищать этот профсоюз. Вот и все. Вот, значит, как говорит Артем, работа должна действительно быть снизу. Значит, при работе в любом профсоюзе с какими, значит, сложными моментами мы сталкиваемся. Это первая попытка переманить. Вот со мной непосредственно была такая ситуация. То есть, увидев активность оппонентов, да, из другого профсоюза, нашу активность, значит, что делает ФНПРовский профсоюз отраслевой? Он начинает переманивать актив. То есть, у вас здесь малая численность, давайте мы объединимся, вы вольетесь к нам в организацию, давайте вы станете у нас председателем. То есть, готовы свое, как бы, а для чего? Для того, чтобы просто заманить и потом в итоге разрушить ту организацию, которая была и действительно что-то предпринимала. Вот этого надо очень остерегаться, то есть, вот не вестись на таком поводу у этих организаций. Значит, попытка разбить была, возможно. Попытка подкупить это в нашей организации это было как? Активных членов правкома просто у нас рабочий профсоюз. И в уставе профсоюза написано, что члены профсоюза, которые не являются рабочими, то есть, начиная от мастера, они не могут занимать руководящие посты в организации. То есть, уже в правком они ходить не могут. Соответственно, что делается? Этим товарищам предлагается должность или мастера, или тоже инженера. Тем самым он отходит от классовых позиций, соответственно, он уже рабочим не принадлежит. Он может на них стоять, но это очень, как бы, редкость. Но и такие тоже моменты есть, когда руководитель, состоя в рабочем профсоюзе, не занимая руководящей должности, но помогает и классово стоит на позиции рабочих именно, да. Ну и самое главное, все-таки уже об этом говорилось, и сейчас на улице мы опять к этому вернулись, как в кулуарах вопросов, да. Есть какая-то боязнь. Но давайте понимать, что нам эту боязнь на самом деле навязывают. Ну что, действительно, вот как товарищ французов сказал, что нам бояться? То есть, надо в первую очередь самим абстрагироваться от тех вот явлений, которые стараются быть навязанным руководством. Он лишь всего лишь твой руководитель. Ничего, кроме правительства. Да, это совершенно точно. Вот, и поэтому я призываю к активной работе, потому что я еще раз считаю, это отправная точка. Именно создавая новые боевые организации, мы пойдем уже в реализации своих целей дальше. Вот все, что я хотел добавить. Спасибо. Так, ну а сейчас, уважаемые товарищи, так как поступила к нам записка от председателя Центральной контрольной комиссии, из-за того, что он завтра не сможет присутствовать, предлагается предоставить слово для отчета Центральной контрольной комиссии. Виктор Александрович. Уважаемые товарищи, на прошлом съезде в состав Центральной контрольной комиссии были избраны Галко Виктор Иванович, Ленинградская партийная организация, Иванюк Артем Сергеевич, Московская партийная организация, Кудрявцев Владимир Михайлович, Нижегородская, И общинников Виктор Александрович, тоже Ленинградская партийная организация. Как ЦК, так и Центральная комиссия отвечает по уставу за проведение намеченного курса и чистоту партийных организаций. Согласно уставу, обязанности ЦК, в обязанности входит контроль за выполнением программы партии и устава, как организациями, так и органами партийными. Осуществляет проверку хозяйственной финансовой деятельности, рассматривает апелляции по персональным делам. За отчетный период члены ЦК присутствовали на собраниях первичных партийных организаций, на заседаниях ЦК, РКР и других партийных мероприятиях. Апелляции по персональным делам не рассматривались из-за их отсутствия. В прошлом периоде, вот в прошлый год, из партии были исключены товарищи Айденбеков, Бегизов, но дальнейшее развитие событий показало, что они не единственные придерживающиеся подобных позиций. Товарищи из города Энгельса, партийной организации, во главе с Гороховой и Ксенией Викторовной, выступили на защиту Айденбекова и Бегизова под надуманным предлогом. Восстановили их в своей партийной организации практически сразу после окончания предыдущего съезда, что послужило основанием для исключения их из партии. Но дальнейшее их выступление после исключения из партии на других сайтах подтвердило правильность принятого решения. Центральная контрольная комиссия отмечает значительное увеличение роста численности рядов партии за отчетный период и считает, что это является результатом активной плановой работы всей партии по всем направлениям. Это создание, в первую очередь, фонда рабочей академии, создание и участие в РКР, работа в профсоюзных организациях, создание и обучение в кружках рабочих корреспондентов, любителей диалектики Гегеля, изучение капитала Маркса, обучение в Красном университете, проведение конференций всевозможных, использование интернет-ресурсов. Выпуск газет, народная правда, правда труда, зарабочее дело, московский рабочий и распространение их у проходных предприятий на демонстрациях и митингах. Также Центральная контрольная комиссия отмечает важное осуществление планирования работы партии за отчетный период на год. Отмечает большой вклад в это дело Дегтярева Дениса Борисовича. Также Центральная контрольная комиссия отмечает правильность заочного приема в члены партии на данном этапе формирования рядов. Эта форма приема предполагает вступление в наши ряды и случайных людей, считающих для себя необязательным выполнение устава, но они составляют незначительную часть. Принципиальную позицию к таким товарищам занимают партийные организаторы Герасимов Михаил Иванович, Войтюк Павел Борисович, которые современно разбираются по каждому такому факту, ставят вопрос об исключении на собрании партийной организации. По поводу финансово-хозяйственной деятельности хочу сказать следующее. Во-первых, уже зачитан был отчет Центрального комитета по финансово-хозяйственной деятельности. Центральная контрольная комиссия соглашается и подтверждает правильность этих цифр. В партийных организациях отчеты партийной организации Ленинградская, Московская и Нижегородская провели, и члены контрольной комиссии подтвердили правильность, и замечаний не было. Вот все, что я хотел сказать. Так, уважаемые товарищи, значит, предлагается отчет Центральной контрольной комиссии утвердить съезды. Прошу голосовать. Кто за? Против? Выдержавшись? Спасибо. Так, ну мы возвращаемся к повестке. А выбирать-то мы будем, новый состав? Будем. Выборы? Ну, наверное, мы еще сначала о задачах партии поговорим. Ну, давайте поговорим. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Монах Владимир Андреевич. Я зубной техник, рабочий. Я хотел бы поблагодарить всех за возможность сегодня здесь быть, и действительно поучиться публичному выступлению, ораторскому искусству, ну и, конечно, применять в науке общественную, не только, так скажем, теоретически в своей голове, но и в практике. Сегодня я здесь вышел для того, чтобы ознакомить вас с таким проектом, как о Завоскоме. И немножко хочу вас о нем ознакомить. Пару слов об этом проекте. На данный момент в этом проекте активное участие принимает 8 человек. Из них трое являются членами рабочей партии России. Количество установок в приложении Завоском на Android превысило 1000 штук. В программе Завоском оставлено 129 комментариев. Общее число подписчиков по всем соцсетям, таким как Twitter, Telegram, ВКонтакте, e-mail, почти 4000 человек. 67 постов переведено на английский язык и 41 на испанский. Этим летом планируется сайт проекта перевести на мобильное предложение под iOS. Сам проект занимается сбором сведений событий о трудовых конфликтах, которые привязаны к месту субъекта и объекта проведенных конфликтов. Все события подтверждаются документальными источниками СМИ, также где-то видеоматериалами и фотоматериалами. Каждое событие, конечно, по возможности делится по отраслям экономики. События трудового конфликта делятся по отраслям экономики, по статусу, по типу событий, по причинам трудового конфликта, ну и по результатам, то есть удовлетворены или удовлетворены полностью или частично. Хотелось бы рассказать о трудовых конфликтах, об их общей характеристике, которой характеристика подразделяется, например, на территориальной характеристиках. И отчет, который сейчас я говорю, он проведен с 6 марта 2018 года, когда начался проект, по 6 марта 2019 года. По территориальным характеристикам в странах ближнего зарубежья СНГ было зарегистрировано 50 крупных трудовых конфликтов. Наибольшее количество в Казахстане и Украине по 14 трудовых конфликтов. В Российской Федерации всего было зарегистрировано 287 трудовых конфликтов. Лидирующие это центральный округ и 62 трудовых конфликтов, Приволжский 44 трудовых конфликтов и Уральский 42 трудовых конфликта. Наибольшее количество трудовых конфликтов на территории России было зарегистрировано в Центральном округе, 62 трудовых конфликта. Наименьшее количество конфликтов было зарегистрировано в Северо-Кавказском округе, 15 трудовых конфликтов. Наибольшее количество трудовых конфликтов в следующих субъектах Российской Федерации было зарегистрировано. Это в Москве 30 трудовых конфликтов, в Санкт-Петербурге 14 трудовых конфликтов. Трудовые конфликты, которые характеризуются по отраслям, лидируют транспортная отрасль, обрабатывающая производство и строительная. В транспорте 85 трудовых конфликтов, обрабатывающая производство 75 трудовых конфликтов, строительство 42 трудовых конфликта. По причинным характеристикам трудовые конфликты подразделяются основное. Это невыплаты зарплат и низкая оплата труда. Формы конфликтов, которые трудовые коллективы решались, в какой форме провести трудовой конфликт, лидирует забастовка и в том числе частичная забастовка 82 трудовых конфликтов. Это обращение к президентам, к властям 44 трудовых конфликтов и демонстрации, пикеты, митинги около 60 трудовых конфликтов. Хотя Росстат, например, всего лишь в период с января по ноябрь 2018 года зарегистрировал две забастовки. В итоге по результативности. Из общей статистики явно выходит, что при остановке работки по статье 142 лидируют. Большая половина конфликтов данного типа завершились положительно для работников. И забастовка, в том числе частичная забастовка, 36 трудовых конфликтов лидирует. Здесь хочется сделать из такой краткой статистики, я потом передам нашим товарищам ученым для более подробного ознакомления. Хочется заключить следующее, что, как и 100 лет назад, наиболее активную позицию принимают все-таки трудящиеся, занятые в промышленной и транспортной сфере экономики страны. Наибольшее количество трудовых конфликтов зарегистрировано в индустриально развитых странах, районах страны. Наиболее эффективными мерами достижения требований трудящих является приостановка работы по статье 142. Но это отчасти ввиду легкости устранения требований по погашению долга по заработной плате. Наиболее насущными проблемами трудящимся, как показала статистика, побуждает их в борьбе, является задержка заплаты и ее одновременно низкий размер. В целом рабочее движение имеет ярко выраженный хаотичный характер и неорганизованный. Это связано с тем, что принимается метод такой, как обращение и демонстрация, и в то же время остановка, стихийная забастовка, либо голодовка. Предлагается выровнять ситуацию, поможет принесение в рабочую среду идеи об организационной постановке борьбы, трудящейся в рамках профсоюзов. В подготовке доклада участвовали следующие члены Рабочей партии России. Алексей Шишкин, Сергей Лысков, Алексей Рязанов, Владимир Монахов. Спасибо вам всем большое. Вопросы у вас? Да. У меня только предложение. Не к ученым, а не самые сведения отдавать, конечно, а отдать. А самим сделать из этого доклада, самим сделать статью, даже короткую, с таблицей, может быть, с графикой. Спасибо большое, что предоставляете возможности написать статью. В нашем городском обрухе есть ребята, которые и мне помогут в организации статьи. Мы, конечно, вам передадим всю эту статистику в электронном виде. И копию я также привез с собой в бумажном виде. Спасибо за советы, предложения, конечно, лично. Никому полезно. И копию я передам ему. Добрый человек, мы сейчас рассказали, что цены для наших парней средней. Вот мы сейчас сидели за своё дыхание, вот это всё слушали. Поэтому статья ваша должна быть максимально развернутой, со всеми этими цифрами. Если вы даже повторите, там, 15 раз для нас, это очень важно. Вот ваш вывод о том, что у нас хаотичное рабочее движение, вот это, это подтверждается вот этими цифрами. О том, что основные требования, это по низкой зарплате, либо невыплате зарплаты, говорит о том, что мало мы ещё влияем на рабочих. Что кроме зарплаты есть ещё и другое, что влияет на продолжительность жизни и качество нерудовой жизни. То есть нам есть куда расти, вот эти ваши сведения очень важны. Хорошо, тогда... Отлично, отлично, отлично этот доклад. Благодарю. Очень развернуло. Ну, в этом докладе участвовал не только я, но и... Если там ещё есть какие-то сведения, все туда вот. Если вы что-то утаили от нас, расстрел. Хорошо, спасибо. Полный отчёт передадим обязательно. Всё? Спасибо большое. Уважаемые товарищи, кто ещё будет выступать? Пожалуйста. Кучук Владимир Александрович, член партии с 2014 года, программист. Уважаемые товарищи, вот очень приятно было слышать, что была дана положительная оценка моей небольшой работе. Это расчёт нормы эксплуатации, которую я готовил к конференции, посвящённой библию Маркса. Задумка моя была такая, что, обчитавшись с капитала, я понял, что как раз к конференции можно это дело живо применить на общедоступной отчётности. И цель была такая, что каждый интересующийся мог бы с лёгкостью это дело повторить в своих реалиях. Но лично я делал это, конечно, теоретически, потому что работаю в такой сфере, где вот эти проблемы не близки, которые мы тут обсуждаем. Часто и коллективные действия, и низкие зарплаты. У нас в сфере зарплаты от 200 тысяч – это как бы нормально. Никто меньше не работает. Наверное, это единственное, чему можно рабочим получиться у программистов и выгнать у себя из головы такое представление, что там 40 тысяч – это мало, а вот 60 бы – хорошо бы. Нехорошо. И расчёты эти и показывают, что если мы видим, что после успешной годовой работы фонд оплаты труда 20-тысячного коллектива в 4 раза меньше, чем сумма, отошедшая после выплаты дивидендов единственному основному собственнику, это означает, что вот эти зарплаты рабочих-то, вот они как минимум в 4 раза должны быть увеличены, чтобы… ну, есть резерв для увеличения, чтобы они соответствовали стоимости рабочей силы. И, ну, докеры посчитали для Санкт-Петербурга, там, 220 или сколько-нибудь, там, тысяч в обновлённом расчёте. – Докеры посчитали, могу. – Могу подтвердить, да. Так, вот стоимость рабочей силы, да, на всё хватает, излишков нет. И тех, кого убеждают, что «да вы что, да откуда такие деньги», ну вот, значит, считайте по своим предприятиям. Может получиться так, что у вас предприятие в минус работает, да? Ну, конечно, капитализма никто бы не отменял, может, бывает, предприятия попадают в кризис перепроизводства, но зачастую это означает то, что продукция сбывается у предприятия не по рыночным ценам, а по каким-то договорным, и дальше уже идёт перепродажа, и, соответственно, прибавочная стоимость уходит в карман вот этих промежуточных звеньев, потом каким-нибудь монополистам переходит. Но это уже надо смотреть изнутри каждого такого предприятия. Но тема, конечно же, должна быть близка любому наёмному работнику. Поэтому вот что ещё хочется сказать, что работа в партии в целом для меня так представляется таким примером, когда любое дело, кажущееся сначала неподъёмным, после того, как на неё наваливаются единомышленники и люди, оно просто на ура как-то делается, и какие-то всегда позитивные результаты просто впечатляют. Впечатляют, просто впечатляют даже тем, что казалось это изначально невозможным. Это и видно и по работам, вот просто чисто физическим, как вот в Ульяновке проходят субботники. Можно было там долго планировать, о, крыльцо бы нам хорошо обновить, потом взяли и сделали просто за два часа, сделали новое крыльцо. Просто собрались грамотные и трудолюбивые люди и сделали. Бесплана, что ли? Что? Бесплана? Нет, ну сплана, конечно. Но я имею в виду... И общепартийные работы при таком дружном коллективе, они просто радуют тем, что приносят положительный результат. Поэтому согласен с тем, что вот эта партийная работа, она человека делает счастливым именно благодаря тому, что он и свой вклад, может, не какой-то видит, но и главное, видит вот этот мультипликативный эффект от того, что то, к чему каждый из нас хотел бы помочь, то дело, оно дружно делается просто семимильными шагами. Поэтому счастлив, что являюсь членом партии и всем хочу сказать спасибо. На примере завода «Электросталь» на практике пропагандистской деятельности хотел бы сказать, что мы идем не от того, что показываем статью Кучука, там, посмотрите, прочитайте, подумайте, а мы наоборот говорим о том, что необходимое рабочее время, в котором рабочий электростальского завода, ну, средний такой рабочий, вырабатывает сквозоработный план, 3,5 часа, а прибавочное время – 4,5 часа. И человек спрашивает, а как вы это посчитали? Мы говорим, ну, вот есть фонд заработной платы, вот есть наваловая прибыль, вот отчетность финансовая, и то есть уже от результата подсчитанного мы уходим к корням, откуда это все берется. То есть, я думаю, что вот эту практику тоже можно размножить для наших товарищей. То есть вы практически кратко излагаете... Ну, человек сам задает вопросы, а ты просто отвечаешь, не получается. Вы, отвечая, кратко излагаете... Эти вещи, друг друга, не исключаются. Так просто. Ну, тебя точнее. Спасибо. 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 Так, опять же, во-первых, не удержусь от этого самого, чтобы дополнить. Значит, товарищи, вот и у Владимира Александровича, и вот товарищи Ванюх, мне кажется, тут не учитывают такую вещь. Что где они берут фонд оплаты труда, то там и оплата труда, в том числе и директора, и всех прочих. А если взять фонд оплаты именно рабочих, которые создают прибавочную стоимость своим трудом, то там, скорее всего, будет и не час, как товарищ Кучук посчитал, и не 3,5 часа, как товарищ Ванюх посчитал, а гораздо меньше. И товарищ Доргов озвучил, вот доктор экономических наук, создатель газеты «Народная правда», он озвучил цифру, встретимся сейчас по России, около 40 минут необходимое время для рабочего, для воспаления его зарплаты. Значит, ну, а так вот, по поводу остального, значит, ну, каждый съезд у нас, это ступенька, да, нынешняя ступенька у нас высокая очень оказалась. У нас год тому назад было 98 членов Ленинградской парт-организации, а сейчас 174. Ну, с учетом того, что мы десятки людей еще обрезали, то это самое, то это вообще говоря, с одной стороны, это совершенно правильно, как тут один из выступающих говорил, что не надо бояться привлекать случайным образом, а отчислить успеем, и надо понимать, что мы золото моем, когда золото моешь, надо драгой этой цеплять как можно больше грунта, а там у золотых песчинок очень мало останется, это нормальное совершенно явление. Значит, а в чем вот гарантия-то вот нашего успешного развития устойчивого? Тут вот, конечно, всяк кулик свое оборота хвалит, но товарищ золотов здесь вот так, что все идет от организации, от дисциплины. Это, конечно, правильно. Оспорить этот факт невозможно, я его не буду. И у нас на университете рабочих корреспондентов, там в частности вот один такой молодой, Шмелев, по-моему, фамилия, у него прямо искры сыпятся, стальной твердости нерушимой, любви к дисциплине, он весь военизированный какой-то такой. Но вот я в связи с этим не могу не вспомнить, я долго живу, и я помню, как летом в июне 91-го года принимали к нам в партию, в КПСС было собрание на факультете, там сотни людей сидели, и партия оказалась совершенно нерушимой грыбой, и там, надо сказать, все было гораздо четче организовано, чем у нас, и взносы там пройтились гораздо аккуратнее, даже несмотря на все усилия товарищей Гритюка с коллегами. И ящички стояли там, девушки специальные работали, у нас там освобожденного секретаря парткома не было, но девушки там специальные работали, ящички с учетными карточками, там всю статистику, все в любой момент могли выдать. Этот прекрасно функционирующий до последних дней своего существования организационный механизм нам рушился вот на часе, и партийцы, в частности, по-моему, Уин, это член ЦК, был больше всех озабочен как бы из народной правды, вынуть деньги, данные ей на развитие, и пересрать в специальный фонд на специальный счет в банке, созданный Ельцином, от народной правды отнять. Вот это так вот все закончилось. А на чем вообще основывается единство партии? На единстве истины. Истина у нас одна, и если мы будем все держаться истиной, мы тогда и будем едины. Ну а для истины, для того, чтобы ее познать, необходимо учиться. И вопросы здесь очень непростые, учиться надо тщательно. К сожалению, вот у нас больной вопрос зреет, скоро мы будем его, наверное, рассматривать на собрании, кто из наших членов партии Ленинградцев выполнил указание проучиться в Красном университете и закончить его. Вот что-то там картина будет несколько удручающая. Ну и, в общем-то, с чувством сожаления воспринимаю то, что прошлый съезд не прогрессовал за то, чтобы, может, не всем преподавать, и, может, там попову не надо, но чтобы преподаватели бы тоже прошли определенное обучение в Красном университете, потому что для осознания истины необходимо все-таки ее со всех сторон пощупать, подискутировать. А то я вот сижу в специфике своей лекции, советы от миральной и социалистической демократии. Я там вопрос поставил, форма государства, потому что, думаю, еще раз здесь пройду, и чтобы люди-то повторили это все. Вот мне пишут в ответ, Аристотель выделял следующие формы государства, монархия, аристократия, полития. Следующий ответ. Аристотель выделял следующие формы государства, аристократия, монархия, полития, в скобках демократия. Ну, я, так сказать, выпал в осадок, но там на следующем занятии я объяснял товарищам, что демократии универсальной не бывает, как формы на все времена, что рабовладительская демократия, это не то, что буржуазная демократия, и социалистическая демократия, советская власть, не то, что буржуазная. Это совершенно разные формы государств, разных совершенно государств, и о какой-то универсальной форме здесь говорить не приходится. Но если бы мы это обсосали как-то на занятиях, подискутировали бы здесь, надо понимать, что Российская наша, мы, в общем-то, по большому счету ведем свой отсчет не с 93-го года, конечно, не с 91-го, мы ведем свой отсчет с 1898-го года. И когда, так сказать, российская социальная демократия зарождалась и развивалась, у них очень бурные дискуссии были, и далеко не сразу большевики стали большевиками. И Ленин отмечал, что это слово большевизм означает только то, что мы совершенно случайно там по вопросу о программе оказались в большинстве на конкретном съезде. Потом там бывало по-всякому, и только лишь к 17-му году, по-моему, по уставу как раз тогда вопрос проиграли большевики меньшевикам. Выиграли. Они по программе тогда выиграли. О них было больше, их было большинство в член ЦК избранное из честра большевиков, а по уставу они вроде-то проиграли. Нет. Нет? Ну, выиграли. С каким большинством городов? Ну, потом пойдет учебник. Вот, потом были... Пойду, пойду. С удовольствием. Выпишите. Ну, надо. Получилось. Вот, надо, надо. Аж оживит учебный процесс сразу. Вот. И, соответственно, только лишь к 17-му году, к выборам вот в учредительное собрание, уже когда последние излеты были меньшевики, посчитали, что вот у большевиков влияние где-то в шесть раз больше было. Они на выборах в учредительное собрание 25% городсов собрали, а меньшевики 4%. Но до этого был большой путь ожесточеннейших дискуссий. И в 20-х годах деятельность нашей партии сопровождали ожесточеннейшие дискуссии. И иногда казалось, что как-то судьба коммунизма в России не столь прочная. Но как раз вот прихождение партии началось после того, как дискуссии в ней закончились. И не надо думать, что они начались только после смерти Сталина, потому что после смерти Сталина там негативные процессы в партии стали нарастать раввинообразно. Они так не стали бы нарастать, если бы это не тянулось все еще с 30-х годов. Те самые вот отход от определенных вещей марксизма и так далее. Значит, внутрипартийные дискуссии, они в общем-то необходимы. И здесь возможно, так сказать, и моя недоработка. Мы долго на собраниях не рассматривали вопросы теории, а их надо, думаю, рассматривать. И надо рассматривать сложнейшие вопросы об экономизме, о фашизме на экспорт, потому что сколько дискуссий идет. И о, так сказать, чем характеризуется современная эпоха, является Россия импегаистической страной. Вроде мы здесь бьем-бьем наших противников, а они все, так сказать, вылезают и вылезают. Вот дискуссия Михаила Васильевича с Юлиным показала, что Юлин вообще, говоря, ну вполне фашистской идеологии придерживается. То есть ему и движение на Донбассе, это не народное освободительное движение, которое не надо поддерживать. И фашизма на Украине он не видит. И вообще говоря, совершенно, так сказать, откуда появляются такие люди с большой аудиторией и имеют это дело. Ну и, значит, для учебы, конечно, кроме теории, необходима и практика, само собой. Если не будет у нас борьбы рабочих на своих рабочих местах, надо понимать, что у нас партии рабочие грасуют и руководят не потому, что у них гроза такие красивые, а потому, что, в общем-то, им и выпала борьба, и выпала участь вести борьбу на своих рабочих местах, и там подвергаться, и так далее. А партия, она создана, вообще говоря, для того, чтобы оказывать им теоретическую, идеологическую, организационную и всякую прочую поддержку вплоть до самых разнообразных форм. И здесь вот рабочим, конечно, надо это ощущать и надо понимать. А сейчас вот у нас, как, работа мандатная комиссия, некая анонимная. Ну, можно догадаться, что там за стороной сидели товарищи Горко и товарищ Дегтярев. Сенкова нет. Выяснилось это только уже, когда съезд практически начался, вот срочно проголосовали за товарища Королькова. Товарищ Корольков пошел подписывать мандаты. А что это такое? Это, вообще говоря, деяние очень политическое. Потому что у нас только от Ленинградской патрорганизации было избрано 35 делегатов из них... Нет, 33 делегата, из них 17 рабочих, 16 нерабочих. И, соответственно, понятная идея, что рабочих пришло меньше, чем ожидали, и кого-то там из нерабочих порезали. Кто и как резал. Хорошо, что у нас пока в партии такая полусемейная обстановка. Мы вот доверяем и товарищу Горко, и товарищу Дегтяреву. И, так сказать, здесь, может, и не надо было особый шум поднимать. Но, вообще говоря, так-то это потом будет по-другому. А это вопрос такой, кто будет гроссовать на съезде. Вопрос один из ключевых. И как его решать? Ну, вроде, товарищ Горко пошел, все ему подписал, что сказали. Но тут не должно у рабочих быть такой психологии. Тут есть какие-то руководители, что они говорят, это надо делать. Это как вот я здесь в одежде кадров зашел за едой. Там ходит такой бодрый. Вот мне расчет, пожалуйста. Говорю, ты что, увольняешься? Говорю, а вот мне сказали подписать соглашение сторон. Я говорю, да тебе что? Что тебе, угрожали, что ли? Так он прямо как плечи расправил, как рлинным взглядом так меня посмотрел. Что же я, по-твоему, должен был конфликт начинать? Ну, не хочешь, не начинай. Твое дело. Я ему говорю, дай мне пять тысяч, и не вдох, а просто так. Он, а зачем? Я говорю, а ты что, хочешь на конфликт начинать? Ну, он как-то так. Вот. Так что здесь вот это надо, такие вещи. Пока нас мара, и пока у нас такие вещи не носят вещей вредных, они, их надо отравливать. Ну, и, конечно, вот то, что к нам в партию народ идет. У меня есть где-то вот такая пачка, наверное, лежит парк билетов, которые были выписаны на вступивших товарищей, но они не явились их поручать. Вот зачем товарищи шли в партию? Вот я подозреваю, что одна из причин, и, видимо, она обострится к осени, это то, что вот выборы, 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 тут политическая сира, и видят, что у нас потенциал-то очень большой. Не случайно вот и Маленцов там на этом, на дебатах там в спрегах, что вот можете быть там доверенным лицом, еще кем-то. Но у нас потенциал большой, на нас там смотрят, как на возможную предвыборную прощадку. И надо сказать, что, вернее, как на потенциал некий для выборов, и здесь, надо сказать, сообразно большое есть, потому что человек, который куда-то изберется, он решит свои жизненные проблемы до конца дней своих. Но и с другой стороны, может быть, когда-то как-то мы в этом и будем участвовать, потому что с точки зрения рассматривать не как политическую борьбу, а как экономическую, чтобы иметь помещение, чтобы иметь какие-то зарплаты помощников, ездить по стране и так далее. То есть это экономическая борьба, типичная. То есть говорить о том, что мы там как-то к государственному господству приблизимся, и это политическая борьба, я думаю, никак нельзя. Вот. Ну, это вот такие вот вещи. Значит, ну, а как бороться? Значит, без реальной борьбы опыт этого не получишь, и даже в Красном университете этому не научат. Это надо брать и начинать строго смотреть на начальника и что-то ему возражать, что-то говорить. Это психологически тяжело, но вот у нас, надо сказать, ходили, все подписывали на трехдневку перевестись. Один человек не переверся, и к нему никто не подошел, никто ничего не сказал. Двое рабочих не подписали это соглашение сторон, к ним никто не подошел, никто ничего не сказал. Они так и работают. С 15 апреля их должны были уволить по соглашению сторон. Так вот они работают, работают, все идет. Так что, поэтому здесь зачастую эти страхи надуманные. И вот, а как боролись? Сейчас вот очень такой правовой уклон. Вот как мы можем бороться, когда у нас прав нет? Вот кодекс проходит, о, все, у нас сейчас очень много прав. Мы сейчас живем в буржуазной республике, за которую боролись большевики вплоть до февраля 17-го года. Мечта их это осуществилось вот здесь у нас. И прав у нас очень много. Но вот те рабочие, которые могли за организацию забастовки, за участие в ней пойти на каторгу, и шли, кстати, нередко, у них как, вот четырех человек уволят, все поднимаются, весь завод. Так, кстати, кровавое воскресенье получилось. На Путировском заводе четыре человека уволили, четырех уволили, вот народ вышел на улицу, пошел под пули и так далее. Вот это вот надо понимать. И, кстати, вот аналогично интервью товарища Ковалева, кто его не слушал, оно выйдет в народной правде. И там тоже самое Ковалев говорит, часть авиадиспетчеров уволили, остальные забастовали, еще уволили, еще более широко пошла забастовка. Здесь надо вот за своих товарищей приучаться биться, ну не в прямом смысле может быть сразу там директора тубуреткой по голове, но как-то вот надо заходить в большом количестве в кабинет директора, там смотреть и так далее на него. Вот, но так, в общем-то, у нас рабочее движение на подъеме. РКР последний, конечно, очень впечатляющее зрелище. Я и видео смотрел, и материалы сейчас вот по народной правде готовлю. Это, конечно, карасальное дело, много молодежи. И даже вот тогда там были докеры, авиадиспетчеры, этот РКР нередко имел форму лекций, которые читал Федотов, читал Ковалев, а такое, чтобы большое количество зубастой и умной молодежи вырезало на трибуну и так там довольно себя агрессивно в хорошем смысле этого слова ставили по отношению к работодателям, ну такого еще не было, пожалуй. Так что думаю, что все вырулим, все свои проблемы преодолеем. Единственное, у меня вот еще по проекту постановления сейчас можно или потом это будет отдельно? Откуда вы взяли эту планку? Неудар Юрков. Конечно можно. Можно, да? Нет. Значит, тут вот... Я еще не представлялся, Иван Михайлович. Ну почему? Ну тут пока так для затравки скажу, а там еще обсудим отдельно. Значит, тут первый пункт, постановляя членам партии, на предприятиях, для которых подготовлены проекты коллективных договоров. Со временем следите по-моему. Переходите к борьбе за... Это сейчас. А я просил начало, где я про доклад товарища Кучука выключить. Борьбе за их заключение путем агитации в коллективах, а в дальнейшем организации забастовки. Это получается, что на товарищей, которые подготовили проекты кол-договоров, еще здесь рожатся, так сказать, дополнительные обязанности, найдутся такие, которые будут за это строго спрашивать. Я вот думаю, переписать это так. Оказывать всемирную помощь товарищам, предложившим проекты КД в своих коллективах. А потом в борьбе за их заключение путем агитации в коллективе, а в дальнейшем организации забастовки. Вот такое вот. Но это я потом дам. Предложение. А надо этим пока подумать. Дорогие товарищи, мы можем на сегодняшний день говорить, что наш съезд общественного объединения рабочей партии России набрал такие обороты, что рабочий класс может смело идти за этим общественным объединением, находить опору, находить решения. И равных в стране на сегодняшний день нет. Потому что при такой теоретической подготовке, при таком практическом воплощении у нас многофронтальное и фонд рабочей академии, и три газеты, и два университета, и РКР. А возглавляет, кто у нас главный редактор. 355 научных работ у профессора Попова Михаила Васильевича, 47 лет педагогического стажа, просмотров, Ленин говорил, с миллионов начинается политика, более пяти миллионов просмотров. Ну, таких вообще и в высшей школе не найдешь, которому он посвятил 47 лет трудового стажа. А профессор Золотов фигура, сила. И, конечно, при таких профессорах, как Казенов Александр Сергеевич, да и лучшие выступления Чи? Казенова. Конечно, это операция, вот он, научный социализм, который объединяет с рабочим движением. Если взять по народной правде, то народная правда совершенно правильно давала оценку, и давала, в том числе, оценку исполнительной власти. И если исполнительная власть достаточно движения было в правильном направлении, так ставилось о подъеме экономики России, как и на юбилей у Михаила Васильевича. Посмотрите, 70-летние профессора в Санкт-Петербургском госуниверситете, которые выпускают президентов, председателей, праведников, министров, вице-премьеров. Но какие актуальные проблемы ставят на международных конференциях? Да никаких, в том числе по развитию России. 70-летие у Михаила Васильевича проходит, ставится о проблемах развития России, об актуальных задачах. Это говорит уровень, о чем человек волнуется. И в целом рабочее движение, за что должно волноваться. И не случайно народная правда в своих выступлениях поддерживала, если исполнительная власть в лице высшего должностного и соисполнительной власти Владимира Владимировича Путина, выступила в 2008 году о стратегии развития России до 2020 года на расширенном заседании госсовета. Подписал уже в качестве председателя правительства концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года. Так на этот предмет в рамках Санкт-Петербургского госуниверситета Степашину тут же Михаил Васильевич выкатил вопрос, а как вообще идет выполнение концепции социально-экономического развития страны до 2020 года? Была пауза и, говорит, она корректируется. Вот уже 2019 год так не откорректировали, так и ушло в песок. Но народная правда не обошла стороной. И если так подходить, что сейчас? Есть национальные проекты. Но я думаю, как партия должна тоже тут как-то отреагировать. Как мы относимся к национальным проектам? Очень выступление хорошее в другой нашей газете за рабочее дело Галко. И он оценивает, что это, конечно, не в целом программа развития России, а это все-таки это не ноль. Это национальные проекты, которые тоже дают развитие. Конечно, не такое интенсивное, не такое быстрое, но это движение в правильном направлении. И рабочее движение, вот когда я в каких-то там кругах был, в правоохранительных органах, Борис Николаевич, ты у вас вон в Народной правде Ковалев, авиадиспетчер, председатель профсоюза авиадиспетчеров России, что призывает? Забастовку. Без забастовок нам не обойтись на первой полосе Народной правды. Я говорю, ну а что вы считаете вообще забастовка забастовки рознь? Вот если на забастовку вышли рабочие, защитили Балтийский завод, и молодец президент, Путин отреагировал, Сергея Пугачева в бега, дал госзаказ, и делаются в том числе атомоходы Арктика, Сибирь, Урал. Ну это же мощно, это же кто сделал? Рабочие стали не те заводы, которые более 70 тысяч заводов перестало существовать в России. А вот, пожалуйста, хороший пример. Или у Дерибаски, когда мы видели все по телевидению «Верните ручку». Ну что, то есть тоже типа вот как Ксения из МГУ, из Москвы, вот такая же тоже симпатичная девчушка, говорит, давайте выступим на защиту в Пикалева завода. Выступили, отреагировал президент, все смежники подписали, запустили, а завод работает. Ну вот, вот эта рабочая партия России, наверное, должна нацеливать на защиту наших предприятий, чтобы не разваливались. И я сам лично с большим удовлетворением выступал по указанию президента фонда рабочей академии на ЗИЛе. Несколько лет назад выступал на заводе «Шариков подшипник» вместе с Шишкаревым Василий Ивановичем, старейшим членом партии, чтобы сохранить отечественную промышленность, сохранить заводы. Если вот сейчас постановление, я вот случайно, мне, правда, не дали, а тут смотрю постановление, думаю, тогда возьму, почитаю. Опять во главу угла шестичасовой рабочий день, ну, конечно, вот Михаил Васильевич говорил, что Гедаспов, Борис Великимирович, тогда очень неплохо поддержал и народную правду, но тогда во времена того же Гедаспова, я напомню, говорили, чем Ленинград славится, это белыми ночами и черными субботами. Работали шесть дней, суббота рабочий день, по восемь часов, а выходных сколько было, на Новый год это первое января, тридцать первого только короткий день, праздники майские работали сколько не работали, первого, второго и девятого, все, сейчас буржуазная власть приняла решение, достаточно много, сейчас новогодние каникулы, субботы выходные, майские праздники, каникулы, чтоб поехали, много людей бросилось в профсоюзное движение, много людей вообще занялись марксизмом, ленинизмом, да нет, конечно, поэтому я думаю, вот надо вернуться к тому положению в постановлении, которое мы еще будем детально обсуждать, чтобы обязательно, что за сохранение рабочих мест, за сохранение наших отечественных подприятий, потому что я тут общался вот даже сейчас, ну так, поскольку где-то общаемся, 9 мая, я говорю, да что у нас со ВНИИ-Трансмашем, тем более зная, что у нас вот Иван Михайлович, работник ВНИИ-Трансмаша, вы говорите, наверное, этого предприятия не будет, но мы сейчас готовим музейную экспозицию, Федерация космонавтики России в музее космонавтики на территории Петропавловской крепости, приходите в июле на эту экспозицию, очень здорово, то есть, куда они касаемся, вот сегодня вот здесь пили русский дар, Михайлович, он глазастый, я говорю, а почитайте, не американское ли это влияние, читай, это американский напиток, русский дар, американская компания пепси делает, куда, мы как глоток, так деньги ушли туда, пригласили на пивоваренные компании, ну вы знаете, говорит, наш город был пивной столицей, и рассказывают, вот мы находимся на заводе Степана Разина, музеи, но сейчас, конечно, Степана Разина нет, это все уничтожено, эти цеха сейчас вон разбитые, пустые, Бочкарев тоже перестал в российской компании быть, Балтика тоже, Красная Бавария тоже, то есть, все зарубежное, но зато музей, пиво, пожалуйста, приходите на завод Степана Разина, там есть музей, императорский завод фарфоровый, собственник американец, крупской, кондитерская фабрика, американец, ну что, вообще партия не может нацелить ведущая партия, которая равных нет вообще среди партии рабочего движения, почему бы в постановлении вот это не заложить, и когда с казеном Александром Сергеевичем еще в прошлом, в прошлом, на прошлом, я говорю, так вы знаете, почему бы вот главным лозунгом, в основе то, что мы подписали, и главный разработчик, естественно, Михаил Васильевич, и я активное участие принимал, давайте вот это семь первоочередных задач, которые должна принять буржуазная власть по развитию России, давайте сюда, ну, Александр Сергеевич, ну, вообще, это, конечно, да, только за шестичасовой рабочий день это слабовато, но мы уже не успеем, и сегодня с Михаилом Васильевичем общаюсь, говорит, а сколько вы думаете, мы над этим готовили постановлением проекта? Я говорю, наверное, как только закончилось вот тот съезд, так начали готовить это постановление, ну, действительно так, но я думаю, что-то доработать, сейчас, конечно, крупномасштабно не сделать, но что-то доработать, это постановление с учетом борьбы и развития на отечественных предприятий, и я думаю, и я думаю, начиная от сегодняшнего съезда до следующего съезда, и думаю, надо работать вот над этими направлениями, тогда Россия выиграет, производительные силы вырастут, если мы заканчиваю, вот у нас пришел временно исполняющий обязанности Беглов Александр Дмитриевич город, ну, наш город Ленинград был город наукоемких технологий, но давайте в качестве государственной задачи, как партия, ведущая рабочего класса, давайте возрождение наукоемкого производства, которое в 10 раз упало, давайте станкостроение, у нас ведущие отрасли было, 3% от советского уровня, давайте, тем более заявляют, что программа импортозамещения, давайте туда включим, и рабочие все подключатся за эту борьбу, чтобы, если уж импортозамещение, чтобы не 3% от советского уровня было, давайте вот эти наукоемкое производство, что, временно исполняющие обязанности, дня к выборам не поддержат, поддержал бы, он тоже заинтересован, и рабочие не заинтересованы, чтобы эти предприятия были наукоемкими производствами, и были рабочие места, вот я думаю, рабочей партией России, ведущей в нашей стране, вот эти вопросы надо закладывать в постановление, принимать, и тогда выиграет и рабочее движение, и все граждане Российской Федерации, спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ связь с рабочими, а не связь с этим правительством, нечего нам с этим правительством не делить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самые безнадежные поприщи АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я не буду растекаться по древу, как Борис Николаевич, я скажу очень просто, что рабочий класс пока не осознал себя как класс, поэтому у нас такое положение, да, я согласен с тем, что наш президент якобы работает хорошо, как говорит Борис Николаевич, он плохо работает, потому что, как говорит Борис Николаевич, слишком много праздников, шестичасовой рабочий день, а чтобы была революция в 17-м году, необходимо, чтобы рабочий работал 14 часов, чтобы он не имел пенсий, чтобы он не имел отпусков, вот тогда он начнет осознавать себя как рабочий класс и поднимется, и все тогда, то есть, то есть, то есть, объективные обстоятельства и субъективные, они могут соединиться, и тогда будет революция. А по поводу того, что якобы у нас предприятия все принадлежат американцам, ерунда, я работаю на фабрике кондитерской Самойловской, и они не принадлежат американцам, там руководит Игорь Яковлевич Щукин на этом. Принадлежит самое главное, собственность, кто руководит. Ну, собственность, это объединенные кондитеры, это российская организация, которая кормит потоком российский народ пальмовым маслом, очень полезным продуктом. кормит тогда за них приятия. А то они прошутся, что они машины нам на 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 работе партии не услышали. Дорогие товарищи, наша задача сегодня и завтра проанализировать деятельность партии, дать оценку и наметь пути на следующий период. При этом мы должны понимать, что формально отчет идет за один год, но чтобы понять, что сделано, конечно, нужно посмотреть на несколько лет вперед и что было сделано в докладах. Это с одной стороны и с другой стороны надо вспомнить решение прошлого 25-го съезда, что наметили и сравнить, выполнили или нет. Поэтому здесь говорилось о замечательном количественном росте членов партии. Вот это повторяю. Прекрасно. Ну, также мы знаем те, кто изучали диалектику, что количественные изменения на определенном этапе приходят к новому качеству. Так вот, количественный рост у нас был на протяжении 5-6 лет, а вот качественные изменения были именно за этот отчетный год. А что? А это именно то, что члены нашей партии стали самостоятельно составлять коллективные договоры и выходить на работу с коллективными. Вот как мне представляется главный или один из главных результатов деятельности нашей партии за отчетный период. Это то, чего не было позапрошлым году, три года назад и четыре года назад. Вот это первое. Второе, чем должна заниматься партия? а вот помогать развивать вот этим рост, давайте идти в рост этим росткам нового. Забегая вперед, я посмотрел проект постановления 26-го съезда, отражен результат и намечены пути развития вот этого главного направления. Поддерживаю. Второе, что касается теоретической и идейной борьбы. Ну, как водится, в жизни, которую диалектика отражает, есть позитивные тенденции, а есть негативные тенденции. Позитивная тенденция, значит, за прошлый год нашей партии появилась плеяда замечательных партийных публицистов, чего не было раньше. Разнообразные по форме, по содержанию, здесь и прозы, и стихами, но при этом все соблюдают нашу главную генеральную линию. И они появились не на голом месте, это результат во-первых, той системы партийной учебы, о которой уже говорили, я не буду повторяться, которая у нас функционирует, и, конечно, самостоятельная работа. Не буду называть фамилии, потому что их очень много, это больше десяти человек, это замечательный результат, и дай бог, что все это будет дальше продвигаться. Есть негативная тенденция, это тоже видно среди наших партийных рядов определенная, так сказать, группа лиц, товарищей, которые, скажем, даже закончили Красный университет, наверное, читали, изучали, держали в руках и Гегель, и Капитал, произведения Ленина, но вот появилась самоспокойность, я бы сказал, самоуверенность, дальше не идут. А из этого получается грубейшие ошибки, хорошо, что у нас есть партийные ресурсы внутри партийные, там иногда такое бывает, образно говоря, грубо уши вянут, такое пишут. Дорогие товарищи, значит, какая сейчас обстановка, она вокруг нашей партии, вокруг деятельности нашей партии, она какая должна быть хорошая, то есть нас заметили, нас уже нельзя игнорировать, поэтому будут пытаться бить и слева, и справа, и сверху, и снизу. И чтобы противостоять этому, надо постоянно двигаться вперед. Значит, Красный университет, окончание, это не само, не панацея от всех бед, и получается, что впереди для тех, кто закончил Красный университет, это самостоятельная работа. Благо, что здесь можем дать? Дотов помощь. Все, что у нас размещается в сети интернета, и в печатах с форума, газеты, монографии и так далее. Потом без самостоятельной работы никуда нам не деться. И тем более, это тот вопрос, где нет никаких препятствий. Да, мы можем пойти в какое-то предприятие, попытаться организовать профсоюз, может получиться, может нет, сегодня не получится, завтра получится. но в отношении учебы и соответствии дальнейшей борьбы теоретической деятельности никакие препятствия нет. Книги, пожалуйста, но нет книг в электронном виде, аудио. То есть, я здесь не буду даже убеждать, но это второе, скажем, направление нашей деятельности. Третье, возвращаясь к первому, главному направлению нашего удара, говоря, военной терминологии, некоторые практически предложения, что мне бросилось в глаза, когда я готовился к съезду. Значит, вот я поставил себя на место тех товарищей, которые не члены нашей партии, где-нибудь в глубине России, вот, захотят организовать профсоюз, написать коллективный договор, провести коллективные действия, обратятся к нам за помощью. Вот, прежде всего, сейчас что это? Заходят на сайт. Вот, посмотрев, что у нас есть по коллективным договорам. Ну, первый, можно назвать основной сайт, исторический первый, фонда рабочей академии, есть на первой странице, это правильно, так и должно быть, такая иконка или кнопочка коллективных договоров. Там их два. Это первый, коллективный договор первого контейнера на терминалу ПКТ и договор ОМОЗИУ 2006 года. Второй сайт фонда рабочей академии, Московское отделение, замечательный, отличный сайт, всегда я с ним обращаюсь, тоже на самом видном месте коллективные договоры, захожу туда, тот же договор ПКТ и договор Владивостовского морского торгового порта. И все. А где наши 10 замечательных договоров? А куда 10 вообще? 4, 5, вот в проекте договора, в проекте постановили 6, пускай 6. Ну ведь, где-то мы спешим, оперативно реагируем, а где-то мы медлим. Но мне представили, составили проект договора, сразу же сюда нужно разместить. А вот это действующие, это проекты, возможно с указаниями тех контактных лиц, кто могут подсказать. Дальше, что дополнительно, это уже, так сказать, в адресе свой, ну вот, скажем, наше замечательное светлое пятно биографии, коллективный договор ПКТ. Вот, понятно сказать, что нужны какие-то консультации. Где их найти? Нужно пролопать все наши сайты. Оказывается, только в рамках университета рабочих корреспондентов у нас 10 проведено занятий, в чем не теоретических, а теми людьми, которые организовывали и проводили работу, так сказать, в морском порту Санкт-Петербурга. Значит, тогда надо их в это же одно место, потому что человек, который будет рискать, он полжизни убьет и не найдет. Это как предложение подумать практической организации этой работы, помощи тем, кто будет составлять новые коллективные договоры и продвигать на своих предприятиях. Так, это третье. Ну и четвертое, внеплановое, по поводу выступления Ивана Михайловича, значит, докладываю вам, что вот была регистрация, то есть были избраны делегаты Нижегородской организации, Московской и Ленинградской. Прошла регистрация. 31 человек. Значит, все Нижегородцы, которые приехали, зарегистрированы, получили мандаты. Там соотношение рабочих. Уставное требование 2 к 2, но оно совпадает в целом. Московская организация, все, кто приехал, зарегистрированы, получили мандат. Ленинградцы, кто зарегистрировался, в итоге, из 31 человека у нас 16 рабочих, 15 нерабочих. Уставное требование соблюдается. Признаюсь, 2 человека не зарегистрировались, в том числе я. Еще один. Ну, во всяком случае, вот говорить о том, что председатель мандатной комиссии, товарищ Корольков, как-то там непонятно, что сделал, что сделал сознательно, в соответствии с социальными требованиями. Все подписано. Поэтому заявление Ивана Михайловича это известная степень поклев. Все, спасибо. Да, мы заслужили хорошие отчеты, хорошие доклады, очень содержательные, глубокие, самостоятельные. И они дают основания для вывода, что и партия, и центральный комитет работали упорно, глубоко, мудро и вопротно. В общем, тот объем дел, который мы сделали, я думаю, партия даже в 10 раз больше из обычных таких организаций не сделает. Объем работы просто гигантский. Поэтому оцените работу ЦК, я думаю, что надо удовлетворить. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что Владимир Алексеевич, говоря о том, что рабочий класс России не сознает себя, это немножко некорректно. Почему? Потому что здесь нарушено соотношение единичного и общего, или всеобщего. По отношению к рабочему классу такое в нашей стране сейчас, да и в течение уже последних лет 20, когда существует наша партия, оно несправедливо. Почему? Потому что если в рабочем классе из всей массы рабочего класса и его союзников или людей, которые работают во имя, его один человек сознает, значит, высказывание, что рабочий класс не сознает своего положения, оно не право. Достаточно одного человека для познания истины, вот как все мне ставил Герасимов наоборот, один человек сознает в рабочем классе, значит, рабочий класс сознает, а все рабочие, они никогда не сознавали, не сознают на сегодняшний день, действительно, и еще, я думаю, не скоро будут сознавать, поскольку не все имеют возможность почитать книгу в свободное время, походить или посмотреть лекции в Красном университете и так далее и так далее. Поэтому рабочий класс России сегодня самый сознающий себя и других классов. Ну, и эту тему можно еще продолжить и еще аргументы какие-то привести, но у меня, к сожалению, не признать нет. Я хотел сосредоточиться на двух других темах, которые сегодня прозвучали, и они очень важны, а именно на движущих силах коммунистического рабочего движения и революционного движения стола. И на революционной ситуации. Что касается движущих сил, то главной силой революции, коммунизма и прогресса был, остается и еще долго будет рабочий класс. Главный, в некотором смысле единственный. Но рабочий класс в себе неоднороден. И вот мне понравилось, что, по-моему, первый раз не затрагивает к съезде проблем поколений, что, оказывается, у нас были старички, вот, или были зрелые люди, которые теперь становятся уже старичками. Вот, с другой стороны, появилось много молодежи нынче. И я хотел бы еще одно разделение в рабочем классе сделать, а именно, что в партию пошли женщины, дорогие товарищи. И не просто женщины, а умные, красивые, молодые женщины. Тогда мужики пошли сразу. Пойду. И если только можно больше соревноваться. Да, и если это движение у нас будет развиваться, то наше дело будет обеспечено. Поэтому надо пропагандировать, агентировать женщин в нашу партию. Скажем, это даже исторически можно подтвердить. Скажем, в уржазных революциях первых женщины вообще не участвовали. В Великой Французской революции там несколько женщин было. Причем они, мне кажется, в основном такой отрицательной функцией себя проявили. А именно знаменитая Шарлотта Корде убила друга народа Марата, заколола его кинжалом в его же собственной воде. Да, это скорее отрицательной было тогда. Но в парижской коммуне около 17 процентов было женщин, дорогие товарищи. Мало кто знает это. В том числе одна русская Дмитрия. В Иваново-Есенском совете около 25 процентов было женщин, чтобы вы знали, кто не слышал. партия в КПСС было более 10 процентов женщин в массе членов партии. И много руководящих, в руководящих лицах было много женщин. В том числе знаменитые, таких как Калантай, Землячка, другие там, Крупская сама, ну и так далее. Поэтому женщины это политическая сила. И 17-й год редко кто вспоминает, что буржуазная революция началась с женского движения. 25-го декабря по Невскому прошла женская демонстрация с кастрюлями. И 27-го, там 28-го начала развиваться буржуазная революция. Это кстати. Надо постановление занести по женщинам. Не надо, постановление не надо. Чем больше женщин в движении, тем сильнее его жизненная сила, стихия жизненная. Это значит живое какое-то движение. Ну и молодежь. Конечно, молодежь это смена рабочего класса, это энергия, это новизна познания. И причем молодежь нынче, она в каких-то отношениях более буржуазная, более такая ущербная в смысле сознания, развития. А в чем-то она более развита. Особенно все, что касается новой вот этой техники, технологии, информационной технологии. Приходится сегодня у нее учиться, у этой молодежи. Поэтому, да, и, кстати, вот Ксения-то из Москвы тут выступила, молодая, красивая, умная, выступает, как... Запала. Да, да, Запала. Оказывается, она еще и кандидат биологических наук. Геолога-минералогических. Таких сто женщин и можно революцию начинать. Кстати, о революционной стации второй вопрос хотелось. Значит, вот я обратил внимание на мысль Михаила Васильевича, что действительно на нашу долю выполняется, выпадает сейчас такая вот роль авангарда. Авангарда революционного движения. И мы знаем все учения Ленина о революционной ситуации. Низы не могут, вернее, не хотят и так далее. Мы готовы к этой революции или нет? Духовно, сознательно, идейно мы готовы. Но готовы ли мы, значит, в смысле массы, готовы ли мы в смысле овладения властью? Скажем, завоевать власть это ведь одно дело. А более трудная задача, овладеть этой властью, пустить ее в дело, начать развивать экономику. Там ведь была вторая программа партии, электрификация России. В некотором смысле она еще более важна, чем первая хотя бы, первая медицинская. Значит, с этой точки зрения готовы мы сегодня или нет? Значит, это большой-большой вопрос, и к этому надо готовиться. И я думаю, что отчасти мы эту задачу выполняем. Эту задачу мы выполняем через Красный университет, через написание статей, книг и так далее. и так далее. Но есть здесь еще одна сторона дела, практическая, для которой вот эта учеба идейная, такая теоретическая в гуманитарном смысле, она должна каждому из нас дополняться практической учебе по овладению современной техникой, по овладению современными методами управления производством. Вообще бы управление современным производством. Почему? Потому что революции и революционные ситуации, они падают на плечи революционных сил всегда неожиданно. Всегда. Скажем, была ли готова партия в 17-м году, в феврале 17-го года к революции? Точно так же она и была, и не была. Владимир Ильич читал лекцию Швейцарии в декабре 16-го. Ну, мы-то старики, ему было 46, да? Мы-то старики не доживем до революции, а вы-то вот молодежь. А на раз через там 3-4 месяца и началась революция. Всегда на неготовой плечи. И я обращаю ваше внимание. И тогда рабочий класс находился в состоянии таком значит, хаотическом. Я уж не говорю о том, что шла война и было разделение глубокое на патриотическое чувство, патриотическое движение и на движение социальное в то время социальных партий, социалистической ориентации было около 30-ти в 17-м году, чтобы познать. Значит, и профсоюзы они создались в 905-906-м году массово, не даст товарищ Золотов соврать, в ситуации реакции многие из них распалились или были уничтожены и в 17-м году партия фактически начала создавать их снова. С помощью кого? С помощью тех организованных партийцев, которые разбирались в этой неделе, которые когда-то участвовали в Советах, когда-то в 17-м в 17-м годах участвовали в Советах, участвовали в профсоюзах, имели вот этот профсоюзный опыт. Поэтому как только первые отплески революции сполыхнулись там 27-го, 28-го февраля, партия специальные были решения создавать профсоюзы рабочими комитетами на предприятиях. Но это хорошо создавать когда в партии есть такие люди. Тогда и можно сказать, давайте, ребят, создавайте. Так вот, на РКР, на съезды партии, немного еще по отношению ко всей рабочего приходят людей. Но такие люди есть. Это люди бесценной такой клад. Нету большой массы, но есть все-таки люди, которые знают, понимают, дело. И когда дойдет до дела, они смогут это хотя бы в центрах, хотя бы в каких-то крупных предприятиях это сделать. Но этой работе нужно научиться заранее, этой работе нужно научиться сейчас. Поэтому, конечно, коллективные договоры и учеба, которая идет вокруг коллективных договоров, это дело номер два по следствию учебы в Красном университете и других вот этих форм. Поэтому, я думаю, что в той степени, в которой мы занимаемся вот этой учебой, изучением учебы, практической деятельности, мы готовимся к ситуации. Там, где мы проявляем слабость, мы не готовы. Там, где мы этим занимаемся, рабочий класс России осознает это дело. Там, где у нас недостатки или какие-то закутки, не попавшие под нашим внимание, значит, мы еще это не наделаем. Спасибо. Здравствуйте, Бургенов Григорий. Представитель экрана. Еще спасибо. Это подставили интересов все случайно, все случайно, Александр Сергеевич. Случайности, не случайно. Проявления необходимости. Товарищ, я Бургенов Григорий, председатель первичной организации профсоюза действий межрегионального медицинского. Работаю на земле и вот как бы год очень активно участвую именно в профсоюзной работе и могу сказать одно, что нам людям, которые работают на земле очень не хватает именно профсоюзных навыков, которые могли бы дать какие-то люди, которые прошли именно уже через забастовочную борьбу, через организацию, уже защиту своих проектов, коллективных договоров. и это не то, что уже проект, а конкретно коллективные договоры. То есть, если взять последнее интервью, которое вот замечательно взяли наши московские товарищи у Ковалева, было сказано Ковалевым, что непосредственно у них образовалось такой момент, когда пришли, когда уходят те, кто продвигал именно профсоюзное движение в коллективе и пришли молодые люди, молодые сотрудники, которые в этом не участвовали и получилось то, что они вроде бы слышат со стороны, как это все происходило, но в этом не участвовали, не чувствуя вот этой нити, как это все проходило, они не понимают, не понимают, что и как надо делать. То есть, можно говорить вот постоянно, ты должен сделать одно, второе, третье, но есть такое понятие, как тренинги. То есть, вот на данный момент я сейчас буду защищать свой проект коллективного договора и прошел через несколько стадий агитации за свой коллективный договор и встретил не поддержку, не то, что не поддержку, а люди за мной не пошли. То есть, все методы, которые мне предлагались нашими старшими товарищами, они на данный момент среди медиков не зашли. То есть, я сейчас иду, вступаю, но в то же время меня коллектив поддержал каким образом? То есть, я как в глухую стену, вот знаете, вот нету отдачи, нету отдачи, нету отдачи, и когда уже работодатель активировал голосование делегатов на конференцию, за меня проголосовало 100% коллектива. То есть, я понял, что коллектив за меня, но вступить в мой профсоюз не хочет никто. Иди, борись, мы постоим в стороне. И смотрите, какой момент. Докер у себя проводит, ой, не докер, а авиадиспетчер у себя проводит занятия, именно они оттачивают моменты, как провести забастовку, и это они проводят так называемый на ногах. Что такое на ногах? Это знаете, вот вы пришли пять человек, сели за стол переговоров, а дальше чего ты будешь делать? Ты ни разу не был в этой ситуации, ты рабочий или как я врач. Я никогда не участвовал в этих переговорах. Мне надо хотя бы понять, что там говорить, как вести себя, кто там должен быть забойщик, кто не должен быть забойщик. Мне бы хотелось пройти это с теми людьми, которые уже это все прошли. Вот мне не хватает вот этой школы. Я вот хотел бы как бы попросить съезд, чтобы мы подумали в этом направлении. То есть понятно, что вот, например, Михаил Васильевич, понимая, что мы мало чего понимаем, провел курс замечательных лекций по социально-трудовым конфликтам, где расписал, как надо готовиться к забастовке и тому подобное. Но вот этого момента, что вот пройти на ногах. Да, в начале года был разговор о том, что у нас есть Красный университет, у нас есть университет рабочих корреспондентов, где вы можете задать любой вопрос и ответить. Но поверьте, я не знаю, чего спросить. Я не был в этой ситуации и я не понимаю, чего спрашивать, честное слово. Вот передо мной сейчас будет вот этот момент заключения коллективного договора. да, у меня есть консультанты и тому подобное. Я очень сильно переживаю, волнуюсь, потому что для меня это первый раз и для многих нашей партии это будет первый раз, потому что, да, качественно мы сдвинулись с места, да, мы написали 10 проектов коллективного договора, но вот вот это вот пройден момент и вроде бы это по сравнению с тем, что будет, мне кажется, это все было такие мелочи написать именно проект коллективного договора. А как вот пройти вот эту следующую стадию, как вот в этих моментах не дать задние, вот для меня сейчас это большая загадка, я думаю, для многих это в нашей партии загадка. То есть, вот сейчас мы, вот мы 10 человек, которые сделали вот эти проекты, мы все равно пройдем этот путь и мы в дальнейшем расскажем, как это, ну вот я бы хотел потренироваться вместе с докером, тем более они, сам Ковалев сказал, что они, да, сказал же, что такую учебу они устраивают периодически. Правильно? Диспетчеры. А что я говорю? Диспетчеры. Извините. Ну, алиодиспетчеры проводят постоянно вот эти вот работы, вот эти вот учебы. То есть, они понимают, что это совсем другое, действительно, сесть за стол и вот так вот посмотреть или не так посмотреть, бить их сразу или не бить, вот у меня очень большая загадка там, как с ними переговариваться. Чего? Не с кем будет переговариваться. А, ну да. Давайте, здесь буквально два слова. Разрешение трудового... Нет, там этого нету. И еще один момент. Не вам не сказал. Вот коротко, буквально два слова по этой проблеме. Очень просто проблема решается. Берется два, четыре человека. Вы с супругой и, скажем мы, с Денисом Борисовичем, который заведующий отделением где-то там. Идем в известное вам помещение, пятого берем Сергея Викторовича с видеокамерой. И вот садимся друг против друга, мы администраторы, вы эти самые. И очень легко вам будет с нами вести переговоры, но мы вам тоже объясним политику. Это нормально будет тренаж совершенно. Это дело творческое. И с удовольствием, нет, вы по делу будете говорить, аргументировать. Мы вас будут спрашивать, что вы с ума сошли, что за какой договор? Вот Иван Михайлович, Иван Михайлович как бы рассказывает одну из методик тренинга именно этих переговоров. Я об этом, я об этом частично знаю, но вот этот тренинг, он очень обинул, очень надо проходить членам партии, которые, ну в принципе всем, потому что так или иначе мы все должны составить коллективный договор, ну проект коллективного договора, его защитить и работать с рабочими, именно объясняя, уже пройдя этот путь. Естественно, я об этой методике знаю, Иван Михайлович, но этого не хватает. Я не знаю, я только что придумал. Пословные люди сами придумали. Проявляйте творчество. Ну и этот, еще один момент по прошлому, ну связь прошлого съезда с этим съездом. На прошлом съезде на эту сцену выходил Михаил Васильевич и говорил, что мы здесь собрались как корреспонденты. И издалека подводил момент, что мы все должны писать статьи, потому что мы же тут все корреспонденты. И потому, сколько сейчас статей выходит в различных наших изданиях, в том числе интернетовских, понимая, что, наверное, пишет уже каждый. Нет. Нет? Гриша, да это самое. Что не пишет, что исключает? Чего? Это я хотел выйти. Понял. Забирай хлеб. Нет, я не про это. Это расскажет, кто там чего пишет. Я к тому, что надо осваивать новый жанр. Жанр, то, что написали, еще озвучить на камеру и провести агитацию и пропаганду. Потому что, работая, работая именно, ну, хотя бы устойчивыми речевыми модулями, агитация проводится намного сильнее. Но для этого надо постоянно говорить, постоянно разговаривать. Вот я уже научился очень быстро разговаривать. Вы, наверное, заметили. Да, все, спасибо. Здравствуйте, товарищи. Город Североуральск, 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 Уральский край, Туров. Работник предприятия СУБРА, горный инженер, подчинение рабочей СУБРА, Североуральский бокситовый родник. Ну, уже примерно, уже примерно около четырех месяцев назад мы рассмотрели проект коллективного договора. Вот, но, как оказалось на практике осуществление и внедрение его в рабочее движение, как бы донесение информации до работников, у нас это немножко ситуация непростая и требует как-то более глубокого рассмотрения, что ли. Ну, не знаю, как бы, возможно, где-то я не прав. Вот, ну, вся суть в том, что даже рабочие, некоторые, и большинство, не знают о том, что в этом нормативном документе выражаются их интересы, заработная, условия труда, заработная палата. Вот, и не просто, не просто, вот, по крайней мере, с моей позиции доносить до них информацию. Вот, а те действующие профсоюзы на предприятии, на моем, они по большей степени защищают интерес, ну, не рабочих, не рабочих, а интерес работодателя. Вот. Ну, и когда, ну, у меня были моменты, я заходил, говорил им, что, вот, говорю, работники недовольны вашим бездействием, ну, опять же, это я зашел я, без поддержки коллектива, высказал им, она на что мне не ответила. Ну, и ты что, это, хочешь, чтобы тебя рассчитали, то есть, вот, вот до такого, как бы, ну, не социально-экономическое положение отлично от рабочих. Вот, ну, и, ну, не все так плохо, как я тут говорю, есть и люди, которым я, наверное, донес часть информации о коллективном договоре, который мы составили, они воспринимают его хорошо, но такой существенно большой поддержки я не чувствую. Ну, надо разбираться, общаться, как-то, что могу сказать. Ну, если есть вопросы, задавайте, я не против. Да. есть ли, например, возможность кого-нибудь из нас туда командировать, чтобы мы тоже как-то пообщались? Командировать, ну, вы тут хотите устроиться? Ну, если у кого-то вдруг имеются, скажем, силы, средства и время для того, чтобы долетели до вас, как вы думаете, рабочие на вашем предприятии стали бы говорить с кем-нибудь вроде нас? Очень, ну, не исключено, почему бы нет. Может быть, не через неделю, а через две. Вот я думаю, с Ксенией бы все хотели поговорить. С Ксенией, да, нет сомнений, поговорят. Ну, в общем, вы имеете в виду, что такая опция есть? Я буду иметь в виду, конечно, кондика, кондика. Ну, это я так понимаю, помогая надо за наш счет, чтобы кто-то прилипел. За ваш счет? Ну, я буду иметь в виду, хорошо, хорошо. Вдруг я что-то полно скажу или неправильно? Ну, так, конечно, у нас предприятия очень, оно, во-первых, оборонное и, как бы, добываемый там баксит. Оборозное? Не знаю, с самого американца. Да, продали американцам. Нет, оно, как бы, по сути, алюминий. Мы добываем алюминий, который применяли и в годы Великой Отечественной войны для наших самолетов. А добываемый для нас или для американцев? Ну, сейчас уже американцы. Они отобрали у нашего Дерибаски, дорогого, большой пакет, а как вы считаете, рабочие могли бы в этом плане поддержать Дерибаску? Дерибаску? Да он нас не просил. нарушение охраны труда и много несчастных случаях. Вот такое дело. Да много. Что, сколько я? На пальцах считать не буду, некрасиво. Уже на 19-е? Так, ну, конечно, кто ведет собрание? На большой коллектив? Идет, смотря вопросу, на шахте? На шахте коллектив? Ну, или на предприятие. На предприятие? Ну, 4 тысячи вместе с управленцами. А чем отличается предприятие от шахты? Ну, там, шахты, в предприятие, просто предприятие ходят. Шахты там, шехтовальные, где разгружаем рыбу, железные дороги, некоторые части. это все в состав? Конечно. Администрация. Администрация наша любимая. В Кавкавычки. Вопрос? Да. Про то, что тяжело с коллективом. Развернуть этот весь коллектив. Да, тяжело, тяжело это в электростали делать. И каждый день с этим негативом, с этим вот, с несознательностью сталкиваться. Очень тяжело, честно говоря, психологически. Вот. Но это каждодневная работа, это как зубы почистить с утра. Это просто в коллективе нужно делать, несмотря ни на что. Тем более, вот у нас РКР, вот я заметил по себе, в психологическом плане, просто тебя переформатируют, особенно, когда пообщаешься с людьми. Увидишь, что не ты один, страдаешь ты, в общем-то, у себя на мероприятии. Вся страна вот так живет. И, когда черпаешь знания с этого мероприятия, приезжаешь еще другим человеком. Вот я думаю, что можно поступить следующим образом, написать статью, отправить товарищу Ищуку, подходить уже к своим коллегам, или здравствуй, товарищ, вот здесь моя статья, читай, пожалуйста. «Убликовали». Конечно. Коварища Турова, мужа «Убликовали». Еще, 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 Касовение, мать учения. И, конечно, что можно добавить? Вот, раздача газет, также психологически, вот, не вышел на раздачу, пошел сразу на работу, и как-то вот не так. А вот, когда раздался с утра, с пяти, с шести часов, и уже работал на другом. То, что с людьми пообщался, план выполнил. Еще просто времени мало прошло, этот процесс находится. Сразу народ, для вас принимает. А осенью, прошу вопросов нету, существу больше, докладчик. Осенью. Осенью, кто на НГР ей подошел, принять. Кого сагитируем, кто-то приедет. Кого сагитируем. Едет что ли? По пабликах. Посмотрим, может приедем. Постараемся. Постараемся. У меня такая небольшая критика к выступлению Красного Доктора. Вот товарищ, мне кажется, настолько в этом плане педантичен, что он хочет так подготовиться, чтобы идеально все вот так вот проделать с первого раза. Не получится, хочу сказать. У меня опыт ведения коллективных переговоров уже, наверное, будут уже четвертые. И, когда первый раз, садясь за стол переговоров с работодателем, пока тебя не повозят, потом, пока ты не осознаешь всю эту возню, то есть, пока ты в этой ситуации сам не побудешь, то есть, какие бы советы тебе бы никто не давал, значит, какие бы брошюры, хотя, есть по этому поводу методические, и Рысева брошюра отличная есть, и Михаила Васильевича Попова есть, пусть они не конкретны, и под каждое предприятие вы поймите одну такую вещь. Руководитель, он же заточен, во-первых, значит, мы, когда, получается, готовимся к переговорам стихийно, вот уже сказали, а надо постоянно готовиться. С нами борются постоянно, у них постоянно меняются методики, то есть, изо дня в день руководители меняются, меняется аппарат управленческий, но с нами постоянно готовы бороться. Вот мы, вне зависимости от того, кто сидит в кресле напротив столов переговоров, да, мы готовы вести, там, не важно, кто сегодня директор, сегодня он один, завтра другой, собственники меняются постоянно, и, как бы, вот, в плане тренинга можно, конечно, все это проиграть, но, все равно, эта ситуация будет выглядеть иначе, когда вы придете и будете вести переговоры. Значит, самое главное, о чем это не звучало, наверное, это упущение ни на РКР, ни здесь, идя на переговоры, как представители объединенного комитета, мы представляем, как бы, две структуры, да, двух профсоюзов, профсоюз, который ближе к работодателю, соответственно, который может в ключевых моментах, как бы, увести в сторону в плане силы количественной, да, и уже, видя несговоренность, значит, двух групп между собой, работодатель может на этом, конечно, очень сильно сыграть, но, и даже если это будет один профсоюз, будут искать те слабые места в той комиссии, которые, ну, работаем все, как бы, работодатель присматривается, знает, ищет эти слабые места, и всегда он это будет делать, на кого нанести, значит, этот удар, и предвидеть эти моменты как-то очень-очень тяжело, и пока вот просто не начнешь, не поймешь, обожгешься не раз, но не начавши, в общем, этой работы, то есть, нельзя вот к ней так подготовиться, просто, на мой взгляд, просто кажется, что это вот мы сейчас все вот эти теоретические основы, ну, а все равно где-то чего-то мы не предусмотрим, вот, другой вопрос, конечно, у нас как дело доходило, мы протокол разногласий, значит, оформляли, он имел место быть, но, соответственно, как уже многими было замечено, поддержка не такая, конечно, как у докеров, и не гудели, и ничего, да, но это уже упущение самого, как бы, профсоюза, это, как бы, его недоработка, да, но вся сама процедура, она же законодательно предусмотрена, и все вот, если так вот по полочкам идти, раскладывать, да, значит, написали этот протокол разногласий, следующий момент, это, ну все, пришли к такому, что, причем нам это удавалось, не имея, я у меня уже сколько даже и не критиковали, удавалось это сделать, не имея своего проекта, не имея проекта, то есть, заведомо знали, что шли по ложному пути, играли на, как бы, на чужом поле, да, и пытались, как бы, какие-то вставки в ихний, значит, проект, который был представлен работодателем, сделать, какие-то правочки, вставочки, вот, дошли до протокола разногласий по нескольким пунктам, но потом, видя, то есть, работодатель видит, что в поддержке-то нет коллектива, да, и получается еще какая ситуация, дошли даже до привлечения третьей стороны, вот, тоже в первый раз никогда не понимали, как это делать, с другой стороны, уже, как бы, анализируя эту ситуацию, нам-то можно было и своих консультантов к этой работе привлечь, да, это раз, и работодатель, значит, обратился в администрацию города, то есть, настолько и администрации города, и администрации предприятия, как бы, в этом вопросе сами оказались-то не совсем компетентны, и получилось так, что в этой трехсторонней комиссии никто участвует и не собирался, кругом отказные письма, какие бы обращения мы ни делали, да, и в итоге, как-то получается, чайник-то кипел-кипел, крышечка чуть съехала, пар вышел, и все, и газ потух, да, кончился, точнее, запал, и опять, чтобы эту процедуру возобновлять, следующий этап, то есть, первый этап, мы, извините, профукали, да, опять ждем, нет активных действий никаких, а будут активные действия, будет поддержка, то есть, я хочу сказать о том, что нельзя все это заранее предвидеть, можно бросить какие угодно силы, там, и приехать, извините меня, откуда угодно, и куда угодно, с кем разговаривать, но предвидеть все вот эти обстоятельства заранее, товарищи, невозможно, вот хотя бы пройти один раз, но вот на сегодняшний момент, я еще раз повторюсь, вся норма, она прописана законодательно, как пошагово туда-сюда, при том, что есть вот методические, я еще хочу к чему сказать, вот допустим, не знаю, кто раньше соберется эти коллективные переговоры вести, то ли у вас на предприятии, то ли у нас, давайте консолидировать эти силы, вот я еще себе пометил, то есть, солидарные акции, где-то началось у вас уметь, мы, блин, одна организация, то есть, все созвонились, у нас начинается, мы здесь поддержали, там, то есть, уже и примет это, во-первых, совершенно другой оборот, вот, где-то в другом месте началось, там, не знаю, ну, урали началось, у меня началось, я вас подтягиваю, там, у вас вперед, вы на, и чтобы мы потом на следующем съезде общую работу, то есть, вот где-то началось, не так бы получалось, вот, началось у нас, и я один там, как бы варюсь в этом, нет, что мы, я донес это до всех, и каждый что-то в этом, как смог, поучаствовал, и тогда вот это будет гораздо продуктивнее, вот именно с солидарными действиями, а насчет, вот, ну, просто, ну, ошибаемся, да, ну, а что, не ошибается тот, кто ничего не делает, то есть, не надо бояться, и не надо бояться ошибиться тоже, я считаю так, спасибо, вопрос? Что? Что имеете ввиду по солидарным действиям? Ну, вот, смотрите, допустим, идет, начинается знакомство коллектива с проектом коллективного договора, начинается, значит, собираться за него подписи, под протокол, там все, или конференция собирается, там идет маячок, допустим, вот, Григорий звонит мне, да, говорит, Валентин, вот мы сегодня-завтра там выпускаем тоже, ну, не знаю, там баннер какой-то там, или ту же маленькую статейку, бьем, то есть, бьем во все колокола там, на таком-таком предприятии начинается, уважаемые товарищи, просим поддержать там, опять же, можно какую-нибудь акцию развернуть, ну, то есть, здесь правильно уже товарищи сказали, это творческая работа, и здесь нету, это как бы, да, не доить корову, это здесь подход индивидуальный, а там уж у кого как, потом просто, когда этот опыт будет нарабатываться, уже мы будем делиться тем, что не тем, вот как я, как бы неудачным опытом, да, а будем, но он тоже опыт, а будем делиться уже удачным опытом, вот у кого-то каким-то методом это получилось, давайте это используем, не факт, что у другого это так же получится, почему вот на сегодняшний момент мы вспоминаем, как бы успехи докеров, но они были, да, но мы же не говорим о том, как бы сейчас эти успехи и стараются разбить, и вымыть у них, да, и многое они теряют, они же не будут об этом говорить, что мы теряем, да, говорили, да, но мы говорим-то почему, потому что на сегодняшний день таких успехов, как они, никто еще не достиг, если у нас эти успехи будут, мы уже, извините, будем эти успехи выше их не ставить, вот только так, я считаю, когда вот это все-таки солидарность этих действий, ну, творческой работы, можно подумать, мы для этого как бы здесь все собираемся, а когда кто-то где-то там в тихушку что-то сделал, набил шишек, потом пришел, сказал, а вот я пошел, а меня побили, ну, побили, да, бывает всякое, что на связи вообще. Шуварич Гарриев, вы сейчас не заметили, но вы сейчас провели первое занятие по коллективным переговорам, вы рассказали товарищам, что бывает там разногласия, как действовать при этой ситуации, видите, некоторые об этом не знали, я вот об этом не знаю, ну, вы что уже занятия провели? Нет, я поэтому, я поэтому и говорю, когда где-то что-то назревает, то есть это надо, учеба нужна, нет, я не отрицаю, мне бы сначала труп порезать, а потом бы живого человека, да, еще бы Валерий Евгеньевич, дактор за рабочее дело, у меня совсем короткое выступление, просто информационный, по газете такое историческое, я помню, несколько лет назад на собраниях постоянно стоял вставал вопрос, газету нечем наполнять, товарищи рабочие, товарищи интеллигенты, пишите хоть что-нибудь, настоящий момент докладываю, у меня в портфеле, так называемом, в редакции, лежит материала, ровненько, на ежемесячный выпуск, то есть он уже лежит, на, примерно до августа, мало, мало, я согласен, потому, а мало потому, потому, что большую часть материал, большую часть материала, приходящего мне сейчас, я после краткого редактирования, просто проверяю, буквально по диагонали, отправляю непосредственно публикацию в наши СМИ, потому, что у меня он просто протухнет, газета выходит по плану, но этот план редковат, 7 выпусков в год, ну, хотя планы все выдерживаем, поэтому сейчас, в том плане, Виктор Иванович сказал, что вот позитив, позитив тот, что материалов сейчас, на самом деле, идет потоком, полно, я уже, Виктор Иванович, 10 человек насчитал, я не могу даже вспомнить, я уже забываю корреспондентов, по фамилии, а кто пишет, иногда приходится, людям снова писать, товарищам, по-моему, вы не присылали что-то, но я уже не помню, прошло несколько дней, бывает такое, что я случайно, с дуру вечера, вместо того же компьютер выключить, открою почту, пришло это самое, статья, и я, значит, знаю, что завтра что-то еще придет, закладывать не зря, я начинаю тоже редактировать ее вечером, ночью, то есть в этом связи у нас резко улучшилось положение, партия стала пишущей, как хотел Александр Сергеевич, а по улице выступления, целиком, полностью, не пьющий, именно пишущий, и становится больше людей, просто не остановилось, на каком-то количестве, нет, постоянно, каждый раз что-то новое, и я скажу, что вот даже можно парочку вспомнить статей, которые просто никуда, нельзя никуда, просто выбросить, а во всем остальном, а остальные статьи вполне укладываются в франксизм, ленинизм, отдельно какие-то огрехи, можно просто игнорировать, бывает такое, а я его можно просто вырезать, обычно я так и делаю, ну вот, собственно, короткое выступление по поводу газеты, да, газета, как редакция, по сути, редакция сделана довольно большой, появилась возможность, в этом возможность воспользовались, разделять функции, и вот у нас началось, сначала группа доставки, Таня на себя взяла, теперь вопрос доставки снял с главного редактора, я теперь вообще этим не занимаюсь, моя задача только создать саму газету и список, список я списываю со всеми рассылки, а Таня потом, со всякими хорошими словами, мой адрес начинает готовиться к рассылке до газете получения, дальше отпочковалась группа корректоров, она, ну, все это становление, что те самые, что корректоры, Таня набирает, потому что Таня шестерка по русскому языку, далее отбирает корректоров, сколько она берет, не знаю, я не суюсь, я боюсь, она убьет меня, в этих вопросах, отпочковалась группа дешифровки, поскольку встал вопрос, что оказывается, у нас так много материалов записано на видео, а видео даже сейчас просмотреть нету времени, вот весь этот объем, просто все, выпадает, а чтение это гораздо более простой по времени, процент, значит, раз появилась группа дешифровки, вот я не помню, с чего она скакнула, у Сережи Сарайкина нам скакнула с этого самого, с Алькаэра, у меня, в газете возник вопрос, по-моему, с Бузгалиной, с Бузгалиной, раз дело пошло, мы начали дешифровать, начать подряд, Красный университет, не подряд, УРК, и вот, буквально возникающий, вот, дебат очередут, я там, пишу письмо, товарищи, бросьте плодовые дешифровки, вот тогда срочно, вот этот текст, дешифровать, в общем, процесс идет, идет так хорошо, что я ее начинаю упускать, там, неделя, не день, не ка неделя, день-два, там, выходные прошли, я не почитал почту, ее возникает, мне надо срочно перечитывать, на что скачать, я потерял связь с происходящим, так много бывает, корреспонденции, что по группам, по всем остальным, вот, это такая ложка меда, с моей стороны, все? Здравствуйте, товарищи, меня зовут Воднева Татьяна Валерьевна, член рабочей партии России, член редакции газеты «За рабочее дело». Я вообще хотела выступать, говорить о газете, но в связи с тем, что был поднят вопрос Григорием и в связи с ответом ему Валентина, то начать хочу несколько с другого, по поводу коллективных переговоров с работодателем. Два года назад, в качестве представителя трудового коллектива, я участвовала в переговорах с работодателем по вопросу утверждения очередной редакции коллективного договора. То есть у нас коллективный договор на предприятии принимается очень давно, профсоюз тоже создан очень давно, заводу 85 лет, у него большая история, поэтому вся эта работа велась задолго до меня. Я в нее включилась в 2017 году, я писала изменения и дополнения к коллективному договору, в том числе было внесено положение о том, чтобы сделать рабочую неделю 39 часов. То есть мы не говорили о сокращении рабочего дня до 6 часов, мы говорили о сокращении рабочей недели до 39 часов, то есть 7-часовой рабочий день в пятницу для тех, кто работает по основному графику и, соответственно, уменьшение количества рабочих смен для тех, кто работает по сменному графику. Поддержки коллектива, сразу говорю, не было. Соответственно, это были просто переговоры, кто кого переговорит с директором завода, который является сыном собственника. Значит, общалась я непосредственно с представителями работодателя, то есть это мои коллеги, я занимаю пост заместителя главного бухгалтера, противостоял мне главный бухгалтер, противостоял мне зам по управлению персоналом и так далее. То есть это люди, с которыми я работаю каждый день, взаимодействую в своем режиме каждый день и, в общем-то, они для меня не какие-то чужие, отстраненные, высокие, недоступные. Спорили мы достаточно активно, но в качестве результата могу занести себя в актив только какую-то репутацию, которую я заработала, потому что результата никакого это все не принесло. Потому что на любые аргументы, даже полностью подкрепленные нормативными актами, положением трудового кодекса, какими-то, не знаю, там, логическими, абсолютно понятными, касаемо нашего завода, выкладками и так далее, директор мог просто ответить нет. Без аргументов. Просто нет. Поэтому, к чему я это все говорю? Если ситуация, как мы вот некоторое время назад обсуждали, когда поддержки коллектива нет, то все равно нужно выходить на эти переговоры для того, чтобы понять хотя бы действительно для себя, какие возникают вопросы, какие аргументы, если вообще они есть у работодателя, потому что в моем случае аргументов не было. В моем случае было просто нет. Вот нет и все. Без какой-то аргументации. А поскольку поддержки коллектива не было, и уж есть тем более никаких трудовых конфликтах и доведениях до процессов, до забастовок или приостановок работы, тем более речь не шла, то все равно это важный опыт, я считаю. Потому что Михаил Васильевич меня предупреждал перед тем, как я начала писать изменения коллективного договора и вступила в эту комиссию, что нужно работать с коллективом. Но с коллективом в нашем случае работать достаточно сложно, но с рабочим в основном не в штате. Поэтому, как бы, а менеджеры и прочие служащие, они получают в разы больше рабочих, они держат свои рабочие места, и таким образом, конечно, сподвигнуть их на какие-то действия невозможно. Ну, объективно. Поэтому, Григорий, выходите, слушайте, какие вопросы вам будут задавать, и в процессе вы поймете, каким образом, может быть, нужно будет разговаривать в следующий раз. Возможно, с первого раза ничего не получится. И это нормально. И Валентин, собственно говоря, подтвердил это своим опытом, правильно? Что с первого раза не получится, но делать все равно надо. Это нужно, это важно, это интересно. И даже тот факт, что шести рабочий день не упоминался, но сокращение рабочей недели до 39 часов у нас этот вопрос поднимался, тем не менее, он уже оказал какое-то влияние на коллектив. И еще один момент. У нас вредное химическое производство. И в Тройном кодексе четко описаны все льготы, которые положены сотрудникам, которые работают на вредности. То есть они получают надбавку в размере 4%, они получают дополнительные дни отпуска, они получают в определенных классах выход на пенсию раньше и так далее. Так вот, спецоценка, которая всем известна и сейчас активно проводится, то есть через определенное количество времени, как раз уже после принятия коллективного договора, в котором не прошло предложение о том, что независимо от результатов спецоценки сохранить все действующие на текущий момент выплаты, рабочий день, отпускные дни дополнительные, тогда, когда мы обсуждали конфидаву, эти предложения у нас не прошли. То есть сохранить для всех наших служб, то на вредности эти выплаты, вне зависимости от результатов спецоценки. Но буквально спустя несколько месяцев была проведена спецоценка даже не производственного подразделения, а спецоценка, у нас есть научно-исследовательский отдел, есть отдел технического контроля, то есть это люди, которые химики, они работают непосредственно с производственниками, они осуществляют и разработки научные, и контроль продукции и так далее. Так вот, спецоценка признала их условия труда невредными. Ну, то есть они всю жизнь были вредными, 85 лет, теперь они перестали быть вредными. И, видимо, руководители этих отделов, я так понимаю, нашли какие-то такие аргументы, что были внесены изменения в коллективный договор без сбора концентра. Ну, то есть, в общем, работодатель сам пошел на то, чтобы внести изменения в дополнение в коллективный договор, и вот это положение, которое не было принято предварительно на переговорах, оно было внесено. То есть наши химики, они сохранили свои, так сказать, условия, то есть работодатель сам, в общем-то, чуть ли не инициировал. Ну, как работодатель, то есть его, понятно, консультанты и помощники, и замы. Вот, поэтому на самом деле все равно все это имеет смысл, даже если это сразу не проходит, возможно, потом это поможет. То есть все равно нужно в этом ввязаться, а там уже война план покажет. Это что касается коллективных переговоров. Вообще, да, о газете я хотела сказать. Не так радужно, как Тач Шилов, и не так радужно, как Тач Лещук, потому что я считаю, что работаем мы недостаточно хорошо, недостаточно эффективно. Мы можем работать лучше, мы можем работать более качественно. Что нам для этого нужно, с моей точки зрения? Действительно, писать нужно еще больше, потому что, несмотря на то, что на смену нашим преподавателям, на Красный Университет приходят действительно блестящие авторы со своим самобытным языком, с очень актуальными темами, острыми. Но, тем не менее, все равно я за то, чтобы газета была интересна. То есть она должна цеплять везде. То есть и на первой полосе, и на четвертой. То есть интерес при прочтении газеты не должен спадать. Поэтому те отзывы, которые по инициативе главного редактора начали идти нам уже в нашей партийной почте о том, как люди раздают газеты, что у них при этом спрашивают, что отвечают. То есть вот эта обратная связь, пусть она может быть пока такая еще недостаточно сильная, но, тем не менее, она уже возникает. И даже вот эти рассказы о том, как люди раздают газеты и что при этом происходит, они уже интересны. Плюс они могут собрать какую-то информацию о каких-то конкретных предприятиях, что у них происходит, и, опять же, какие-то события осветить. Поэтому я хочу всех призвать, регионы в особенности, потому что Питер, Москва, понятно, что тут все более-менее нормально, и Нижний Новгород, тем более, там все хорошо. Но регионы я бы хотела призвать, потому что вы писали активнее больше. Да, я резала, режу и буду резать. И запятые тоже буду ставить и убирать. Это я могу клятвенно пообещать. Но, тем не менее, пожалуйста, присылайте как можно больше материалов. Причем самые интересные материалы, с моей точки зрения, это именно какие-то местные особенности. То есть на конкретном предприятии. Если не можете назвать предприятие, то хотя бы регион. Потому что людям, мне кажется, гораздо интереснее читать про то, что происходит в стране, а не то, что происходит в Москве и в Питере. Про Москву и Питер все равно подавляющее большинство думает, что у нас тут все в шоколаде. В общем, оно, наверное, так и есть. Вот последний номер я специально сейчас посчитала, который мы делали к 1 мая. Здесь 12 материалов. Из них только 4 с регионов. Только 4. Все остальные 8 написали москвичи и питерцы. Это, на мой взгляд, не очень хорошо. Поэтому я хочу всех призвать писать как можно больше. Это первый момент. Второй момент. Касаемо рассылки. Валерий Евгеньевич упомянул, что группа рассылки у нас за год сформировалась. Теперь она действительно достаточно эффективно и успешно работает. Большое спасибо, конечно, Кириллу Валерьевичу за то, что он есть. Очень надеюсь, что мы найдем ему заместителя с большой машиной. И даже где-то он был в зале. Я пока сейчас выгнал делся, не вижу его. Надеюсь, что он нам будет помогать. Но по поводу рассылки у нас действительно вырос тираж почти в 3 раза. У нас расширилась география, я даже не знаю, на сколько регионов. Но очень сильно расстраивают возвраты и очень сильно расстраивают письма с регионов, когда люди пишут, что, пожалуйста, газету мне не присылайте, мне сейчас некогда. Ну, помимо того, что это партийная обязанность, и даже если не брать в расчет работу редакции, которая прикладывает много сил и времени для того, чтобы создать газету и ее разослать, и даже не беря в расчет деньги партийные, которые тратятся на ее издание, просто мне лично в эти моменты больше всего жалко тех, те регионы, из которых постоянно запрашивают большее количество газет, а получают меньше, потому что у нас тираж ограничен. Он ограничен в связи с финансовым положением у нас в партии. То есть мы не можем себе позволить пока что выпускать более 30 тысяч штук каждый выпуск. И вот люди у нас просят больше, получают меньше. А мы отправляем куда-то там, и потом я еще хожу на почту забирать возвраты и плачу за это деньги. И вот в этот момент мне больше всего за людей обидно, которые не получают то, что просят. Я считаю, что это недопустимо. Ну и в завершении, заканчиваю, ну и сама ругалась, да, я знаю. В завершении я бы хотела еще сказать, выразить свое большое восхищение всем тем, кто в регионах ведет такую активную большую работу, кто распространяет много наших газет, кто много пишет нам о том, что и как происходит, какие люди вопросы задают, как у них меняется вообще состояние, настроение, да, вот то самое еще несчастье, да, от того, что они уже идут на раздачу газет не как на Голгофу и не как на что-то такое, ну, знаете, вот мне как бы надо, да, но так не хочется. Нет, они идут на эту раздачу газет с азартом, с интересом, с удовольствием. Они чувствуют то, что они делают важное дело. И, кстати, товарищ Монахов, хочу вам тоже выразить свое восхищение. Замечательный ресурс, который вы создали, и товарищ Шишкин, и товарищ Лысков. Может быть, я кого-то забыла из наших партийных товарищей. Мало того, что вы находитесь в разных регионах, но вы, тем не менее, сумели скооперироваться и создать это, но дело даже не только в том, что это новостной ресурс, новостных ресурсов у нас в партии много. Дело в том, что ваш ресурс собирает аналитику, вот эту вот действительно крайне необходимую и полезную, поэтому большое вам спасибо, искреннее восхищение. Все. Вы переговоры ведете? Вы там одна от имени работника поступаете? Нет. А кто там ваши соратники? Такие же манагеры. Такие же манагеры. То есть, в принципе, у вас там друзья и есть, единомышленники есть? Нет. Ну, среди тех, кто с вами стоит, сидит на одной стороне переговорного стада, даже таких нет. Они рассчитывают на то, что я подготовлена и я могу ответить на вопросы работодателя максимально аргументированно. Ну, в принципе, у вас поддержка-то есть? Нет. С точки зрения работы по улучшению условий труда и по изменению графика работы или каким-то другим моментам по вредности, по социальной поддержке? Нет. Нет. Товарищи, я Сарайкин Сергей Сергеевич, Московская организация Рабочей партии России. У нас что-то редакторы косяком пошли. Я тоже редактор. Каналы Ютуб Рабочая ТВ Москва. Вот я хотел бы отметить два момента. Ну, первое, прежде всего, шутку. У меня через месяц 46 исполняется. Я надеюсь, что я доживу все-таки. Лаверда Александру Сергеевичу, да. Это так, в порядке шутки, да. Доложу вас в 46-летие. Да. Товарищу Бобинову ответ небольшой. Вот каждый, вообще говоря, вы вступаете в переговоры, как сторона, действующая в рамках юридического поля. И самый лучший практикум, который у вас может быть, это практикум с профессиональным юристом или адвокатом. То есть вы будете вести переговоры ровно в тех же условиях, как переговорщик. Нет. И здесь не будет готовых алгоритмов. Это правильно. Это правда, действительно так. Это первый момент. Второе, по поводу партийных ресурсов и информации. Я писал про это дело еще год назад, чисто как айтишник. У нас очень много хорошей информации. Очень хорошая, высокого качества. Но даже я, зная, где эта информация приблизительно присутствует, зачастую трачу много времени для того, чтобы ее найти. Она не классифицирована, не систематизирована, разрознена. Вот тут приводились примеры. Иван Михайлович говорил, в частности. Говорили про проекты коллективных договоров. Вот, кстати, Ксении мы делали отдельную страничку. Она тоже повисла в воздухе. Она отдельно под отдельную задачу. Это тоже проект коллективного договора. О чем я хочу сказать? У нас нет в классическом понимании какого-то ресурса, каталогизируемого ресурса, центрального, на который мы бы все, вся наша сеть, самовозбы и обращала бы внимание всех людей. Мы чем занимаемся? Мы берем какой-то хороший материал и начинаем его распространять по отдельным ресурсам, которые у нас есть. Один YouTube-канал что-то выпускает, другой YouTube-канал выпускает. Вот, замечательно, есть зеркало-страничка где-то или в ВКонтакте страничка ZRD, которая выкладывает копии этого ZRD. Все замечательно, все хорошо, я ничего не говорю, распределенная сеть. Но эти компоненты, они разрозненные. Вы дернули один компонент, вы не получили с него, ну знаете как, в библиотечном каталоге, да, ссылочки релевантные к этому материалу. И человек, который пришел туда первый раз, заинтересовался, он их не увидел, не пошел, не прочитал, не осознал. А у нас задача какая? Привлекать внимание, двигать в рабочий, ну занимаясь рабочим движением, развивать рабочих, давать им эту информацию. А человек пришел, прочитал один вариант, один какой-то материал и не увидел другие материалы, которые с ним как-то связаны. Может быть он пошел бы дальше, развился бы. Вот этого нам очень здорово не хватает. В IT-мире это называется технология порталов, нам нужен какой-то портал, в котором вся бы эта информация была консолидирована. Это не значит, что мы туда берем и лопаты, и все материалы сгружаем, да. Это по сути каталогизатор, рубрикатор, который отправляет человека, пришедшего по релевантным там, по связям, да, каким-то логическим связям, по каталожным связям, похожим материалам. Вот о чем идет речь. Вот я просил бы на это обратить внимание, потому что сейчас действительно такого ресурса у нас реально нет. Ну вот в работе Академии-то он... Он только часть, он отличный, да, но он только часть материала представляет. Другая часть материала... Нет, он разрознен. Есть канал ФРА, YouTube-канал, есть сайт ФРА, есть сайт Р-П-В, РУ, например, партийный, да, где программа устав лежит чисто. Есть сайт РПВМОСРУ, который вообще гибрид выполняет множество функций. Но так получилось исторически. Понятно, что там и система дистанционного обучения у нас лежит, и новостные ленты лежат, и библиотека электронных копий литературы бумажной лежит. Все замечательно, все хорошо, да. Есть несколько YouTube-каналов, есть тут запастком ресурс. Сейчас, да, приложение мобильное. Есть много всего, но чтобы дотянуться до этого всего, пройти как-то, человек должен знать об этом существовании. Какие-то ресурсы на какие-то ссылаются, какие-то не ссылаются. Где-то есть эти связи, где-то их нет. Это вопрос такой произвольный на усмотрение человека, который создавал вот эту единицу информации. Системной работы нет. И также нет системной работы по привлечению внимания к этому ресурсу через все наши точки влияния, которые распределены по сети. Я призываю к чему? Не брать вот так вот сразу всем кидаться и делать эту работу, да. А как-то стратегически на это посмотреть, к тому, что такое должно появиться, и что на него нужно обращать внимание со всех точек присутствия в сети. Потому что, ну перефразирую, да, фразу, из всех видов искусства важнейшим для нас является кино. Ну, да, я могу сказать, что сейчас из всех видов доставки информации важнейшим для нас является интернет. Ну, так вот быстрее и оперативнее, и удобнее не получается. Тут, собственно, все, что это. Вот меня товарищ Котов тоже достает с этим вопросом. А я вот здесь подумал, в этой связи как? Ну, во-первых, здесь нужен лошадь. Здесь так вот, чтобы мы вместе подумали, сконцентрировались и так далее. Кто готов взять на себя вот работу вождя по этому порталу? Кто? Кто? Товарищ Котов, я неоднократно высказывал. Так, значит, очень хорошо. По материнству, то я могу сделать так, но мы с Михаилом Сичем еще обсудим, сейчас за него может неожиданно. Может быть, вот нынешнюю страницу фонда рабочей академии сделать как страницу лентарского отделения фонда рабочей академии. А центральную страницу фонда рабочей академии, может быть, тогда дать вот под такой портал, как вы выразились. Понимаете, это... Это не означает ликвидации всей сети ресурсов. Это означает, что мы собираем внимание... Это вот будет действительно портал. Вопрос? Вопрос? Да, вопрос. А юридические вопросы имейте в виду? У нас Михаил Васильевич профессор по кафедре экономики и права. А вот еще у нас есть в нашей партии, член партии, кто отвечает в фонде рабочей академии за ее юридическую службу. Тимонин Анатолий Владимирович тоже имейте. В Московской организации есть профессиональный юрист тоже. Я за ответ отвечаю. А-а-а. В Московской организации есть профессиональный юрист тоже. Попрощайтесь. Так что не надо к чужим адвокатам и юристам. Переговор профессиональный юрист не нужен. Сергей Сергеевич, я вас поддерживаю. Когда я вступал в рабочую партию России, услышав о ней Ашаджукова от какого-то непонятного, не член вашей партии, я полез на этот сайт, нашел его. В итоге там был адрес Смольного и я поехал в Смольный. Вот так работает ресурс. Не страшно. Ну, дорогой, я просто в Смольный уже. Не помешно. И еще вопросы. Сергей, у меня вопрос такого. Вот то, что предлагается, возможно, это предлагается поисковик по ресурсам? Нет. Нет. Скорее, ближе всего, если по аналогии, говорите библиотечный каталог. Ближе всего. Ближе всего. По свойству. То есть каталогизация всего, что у нас есть. Сей суммы знаний в единой точке. Более четкой библиотеки. Это не Вики-портал тогда. Нет. Может быть там часть Вики и будет, это вопрос уже обсуждения чисто IT. Может быть, я сейчас не знаю, но суть в чем. У нас сейчас все это знание разрознено. Вот возьмите любой раздел, там коллективные договоры. Вы с удивлением обнаружите, что ведется большая работа, но она ведется разрозненно. И если человек захочет потянуть ниточку и узнать, какие варианты есть, на какой стадии они сейчас в развитии находятся, где лекции по этому поводу. Ходить по ниточкам и не делать свой договор, не доводить до того, чтобы делать забастовку. Не надо садиться вообще на переговоры, они не нужны. Там ничего не надо, ни о чем договариваться. Вот как директор говорит нет, и вы должны говорить нет, если не устраивает вас. Прогласен, да. Аргументы сил должны быть. Ничего там разговаривать вообще. И нет такой проблемы. И нет никакого не надо тренинга, тем более по-русски это тренировки. Это все выдумка ненужная совершенно. А опыт надо приобретать в борьбе. Михаил Васильевич, а я и говорил, что не нужно тренироваться. Я и говорил, что там не о чем тренироваться. Там нет стандартных путей. А аргументы силы, я согласен. Пока у нас не аргументы силы, у нас нет ни одного коллективного договора, поддержанного всем коллективом, большинством. Вот о чем надо думать. А люди думают о переговорах с работодателем, а не о переговорах с коллективом. И туда слова повернута. Вот я сейчас хочу массу этих людей взять, за шкирку и повернуть туда, где они могут почитать и представить наши сторонники. Не надо читать, надо в коллектив свой ходить. Входим. Меньше надо читать. Это способ ничего не делать. Читать, читать, читать. Вот товарищ французов, который выступал, он наоборот, начинал с коллектива своего, а потом уже шел к работодателю. И организовывал народ, а не наоборот. Я, например, когда мне не хочется делать ничего, я союз читаю. Или по интернету ищу всю информацию. Нет, Завихал Сеевич, я не зря развлекаюсь поиском по интернету. Я стараюсь как раз больше с людьми работать. Вот проблема у нас. У нас проблема получить большинство в коллективе. Мы вместо обсуждения этой проблемы уже два часа обсуждаем абсолютно никчемный вопрос. Как вести себя на переговорах с работодателем? Это не имеет вообще никакого значения. Если вы поддерживает ваш коллектив, вам плевать на то, что говорит работодатель. Не будет он соглашаться? Забастовка. Все. Это все расписано. Что тут надо узнавать? Это просто надо делать. А вместо того, чтобы делать, мы будем обсуждать, чего еще нет, куда пойти читать. Это уход от проблемы. А как организовать забастовку? Читайте азбука «Забастовочный коллектив». Никак вы ее не организуете, пока не будет на вашей стороне большинство коллектива. Никак вы ее не организуете. Никак. Надо с каждым из них лично общаться. Не надо читать. Вот есть у вас проект. И ходите с этим проектом, пока не соберете больше половины коллектива. Вот тогда будет другой разговор. Тогда вам плевать, как будете обвести работодателю. Никакал Васильевич, сейчас разговор идет о сайте, а не коллективах. Не о сайте у нас должен быть разговор, а о том, как завоевать большинство коллектива. А мы о сайте. Куда-то мы пойдем от своего коллектива. Как кто будет сидеть в интернете, на диванах и будет как, на каких сайтах. Сайт может помочь. Сайт поможет. Когда вот послушали Гобинова по телевидению, я пришел на работу, там все так как-то ожили и потянулись. Вот сейчас Гобинова будет рассказывать про то, что надо тренинги проводить. И вот люди послушают, и в следующий раз уже... Я знаю, Михаил Васильевич. Вам не нравится слово «тренинги». Мне тоже слово «тренинги», «органайзинг» и «коучинг» очень не нравится. Согласен с вами. Не нравятся они мне, категорически. Спасибо, Сергей Сергеевич. Да, все. Большая работа, надо ходить с людьми и разговаривать. Вот он такой «коучинг». Горбушник Сергей Александрович, электромонтер. Ну, я коротко расскажу о своем небольшом опыте. Значит, на нашем предприятии написан проект коллективного договора. В этом проекте учтены все рекомендации заседания российского комитета рабочих, учтены все пункты прогрессивные коллективного договора докеров. Значит, написана выжимка из коллективного договора на целый лист мелким шрифтом основных пунктов, которые будут улучшать положение работников. То есть это сокращение рабочего дня, увеличение зарплаты сверхиндексации на 15,5%, согласование с профсоюзным органом всех нормативных актов, которые касаются работников, согласование вопросов трудоустройства, содействия занятости. То есть все эти пункты написаны. Я, наконец, вступил в наш профсоюз, который у нас находится на предприятии. У нас первичная профсоюзная организация Всероссийского электропрофсоюза. Из примерно 840 работников, там 119 человек в этом профсоюзе находятся. И, ну, работники в настоящий момент, они не заинтересованы в вступлении в профсоюз. Многие выходят. Это вот такая информация, которую я получал от председателя профсоюза. Когда я позвонил, сказал, что хочу вступить в профсоюз, расскажите мне, что это вообще такое. Вот. Она сказала, о, да ты активный молодой человек. Значит, собрание проводится таким образом, что два раза в год устраиваются экскурсии на все выходные. И во время этих экскурсий проводится профсоюзное собрание. И вот в конце мая очередная экскурсия будет, очередное собрание. И она сказала, вступай в профсоюз. Давай мы возьмем на тебя билеты. И хочешь в профсоюзном комитете мы тебя выберем. Раз ты такой активный, я говорю, конечно, хочу. Вот. Но не все так легко оказалось, потому что через два дня, когда я написал заявление, отправил оригиналы, позвонил. Я ей говорю, отправил вам оригиналы. Я говорю, ну что, билеты-то взяли, поеду я с вами. Она говорит, я тут посоветовала со своими, не уточнила с кем, со своими. И говорит, рановато тебя в комитет, давай осенью. Осенью у нас будет опять экскурсия, опять будет собрание. И мы посмотрим на твою работу и можем доизбрать тебя, доизбрать тебя в комитет. Я говорю, ну хорошо, посмотрим на мою работу. Вот. Я взял у нее контакты, поскольку 119 человек, а из 840 это немного. Плюс эти 840, они размазаны по всей Московской области. Я взял контакты члена профсоюзного комитета и члена профсоюза, которые недалеко от меня находятся. И уже договариваюсь о встрече с ними, чтобы разговаривать предметно, чем они занимаются в профсоюзе, чем они занимаются, как ведется работа, как проводятся собрания, что они там принимают и что они вообще думают по поводу численности. Потому что я вот с одной женщиной, она в профсоюзном комитете состоит, там всего 5 человек, она говорит, я всех агитирую за профсоюз, вступать в профсоюз, а вот никто не идет, а наоборот все выходят. Я говорю, ну вот поговорим с вами об этом, встретимся. Она говорит, да, хорошо, встретимся, поговорим. В своем коллективе, ну, тот коллектив, с которым я непосредственно работаю, он небольшой, но там все, в общем-то, они поддерживают все эти идеи. И если раньше просто говорили, да, ты правильные вещи говоришь, то сейчас уже люди спрашивают, а когда вступать в профсоюз? То есть я ему объясняю, зачем нужен профсоюз, объясняю, как на самом деле он должен работать, и объясняю, что они должны, в общем-то, там работать, эти самые работники. И они спрашивают меня, когда вступать, когда будем начинать-то революцию. И те возможности все для общения с работниками из других частей Московской области, те, которые на других подстанциях работают, мы все используем. И, в принципе, с кем удается там пообщаться? Ну, все люди в основном у нас, ну, не в основном, но много очень людей с высшим образованием, но, в общем, в электроэнергетике и в такой серьезные образованные люди, они все прекрасно понимают. Они понимают, кто у нас работодатель, что он делает, они прекрасно видят эти действия, которые он совершает. Они осуждают, и, естественно, вот им не хватает, не хватает им понимания того, что конкретно делать. И вот они уже спрашивают, ну, что делать, что конкретно? Я говорю, вступать в профсоюз, вступать в профсоюз, и дальше мы будем набирать членов, будем писать проект коллективного договора. Ну, он уже написан, я тем, кто близко, я им говорю, что уже есть проект коллективного договора, распространять среди членов коллектива проект коллективного договора. И вот на собраниях, на ближайших, уже вносить предложение о том, что надо собирать обратную идею в профсоюз и принимать коллективный договор на предприятии. Вот, такая работа ведется. Ну, в свободное от этого время, можно так сказать, вот еще на нас вышли члены Левого фронта, которые тоже живут в электростале. Они на нас вышли, вот Артем уже говорил, они на нас вышли и предложили сотрудничество. Но мы нашли точку соприкосновения в том, что нужно работников обучать законодательству, внутреннему кодексу, закон о профсоюзах. И для этого, поскольку Левый фронт, он там со всеми, со всеми общается и позиционирует себя как объединитель всех левых сил, они в том числе и с КПРФ общаются. И они договорились с КПРФ, что КПРФ, электростайская ячейка, предоставит помещение. И в этом помещении мы будем звать рабочих наших заводов электростайских и рассказывать им, что есть такие документы, как Кодекс, закон о профсоюзах, Конституции, что там куча всяких прав и только берите, да пользуйтесь. Но это работа только на ЧИТА. Также ведется небольшая работа в учебных заведениях, тоже на ЧИТА у нас высшее учебное заведение. Один институт, бывший институт стали и сплавов, он два года не работал, сейчас работает, там только заочники. Но все эти заочники, там 174 человека, они все работники предприятий, в том числе электростайских предприятий. И поскольку в институте я учился, и в принципе все их знаю, там тоже небольшая работа ведется по агитации, то есть через преподавателей, общаюсь с преподавателями, рассказываем про деятельность. Ну и они в свою очередь могут рассказывать студентам, которые как работники заводов, они заочно учатся по субботам, а днем работают на заводах. И они в том числе через институт, от преподавателей института будут на завод вносить вот эти идеи все в рабочее движение. Вот таким образом, через институт. Есть проблема, но она, не знаю, проблема это или нет, как-то вот никто не обращает на это внимания. Но вот в институте, когда я общался с преподавателями, мне указали, что проблема, можно так сказать, национализма уже присутствует в институте, потому что институт полностью платный, на платной основе заводичное обучение проводится, и чтобы набрать хоть какие-то деньги, берут всех подряд. А берут всех подряд, берут в том числе людей из бывших жителей советских республик, которые приезжают. У них уровень грамотности очень низкий, они за деньги учатся, их держат, потому что они платят деньги, а как бы они не учатся. И преподавателям, преподаватели, поскольку остались только самые аксакалы, которые душой болеют просто за дело обучения, деньги там платят копейки им, и им очень не нравится то, что студенты ничего не знают, а их нельзя выгнать, потому что они деньги платят. А все эти студенты, которые ничего не знают, их нельзя выгнать, деньги платят, они в основном все бывших советских республик выходцы, и, соответственно, на этой почве в институте, в институте тоже, да, соотечественники, в институте начинаются уже ростки такого национализма, по которому ростки, но все равно это уже проникло в институт, когда я учился, не было такого. И бездельник тебя выгоняют, и не смотрят кто ты там, соотечественник, не соотечественник. А сейчас вынуждены надержать. Ну, наверное, все. Рабочее движение могло бы повлиять на эту ситуацию? Рабочее движение могло бы повлиять вообще на все, и вот я, да, вот еще хотел сказать как раз вот на эту тему. У нас стоит острая проблема с мусором, и люди ходят и жалуются, что свалки воняют, мусор, за мусор много платят. Ну, в общем, проблема с этим делом. И вот организовывали митинги, там левоватые силы организовывали митинги у нас в городе. Мы выступали и объясняли людям, что по закону профсоюзные органы, выбранные, могут выступать со своими предложениями в органах местного самоуправления. То есть, если бы на заводах всего лишь двух крупных заводов у нас, машиностроительный завод, завод «Электросталь», которые 80% прибыли города приносят, если бы их представители профсоюзов, они бы вошли бы в городской совет, и они могли бы под угрозой стачки вносить предложение, что мы не хотим свалок, а хотим заводов, мусороперерабатывающих. И под угрозой стачки они могли бы влиять вполне экономически, и вполне все это законно. То есть, рабочее движение вполне может влиять, и это, с одной стороны, очень просто. Всего два завода. Соберутся два профсоюзных комитета, и они могут решать, потому что эти два завода имеют решающее влияние на экономику. Они производят больше, чем 6,5 тысяч мелких и средних предприятий города. Вейп. 6 часов. Да, объявляли. Спасибо, Гороса Ставченко. Вопросы есть? Да. Выступите. Да, это уже не регламент. 6 часов. После 18 часов. Вы можете идти. Это же коллектив за это голосовал. Как-то вы можете идти. Это не мое личное дело. Я человек общественный. А вы? Мы поняли, да. Дорогие товарищи. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич. Член Ленинградской организации Рабочей партии России. Два момента, на которых я хотел заострить ваше внимание. Первый момент заключается в том, что я думаю, что в наших обсуждениях сегодняшних мы немножко за деревьями не видим леса. И вот что я имею в виду. В действительности основная задача нашей партии, которую мы выполняем, это одна из основных. Это организация рабочего класса. Организация этого рабочего класса на производстве. И когда мы говорим, ставим вопросы по коллективным договорам, мы говорим о том, что коллективный договор – это хорошее средство. И очень хорошее средство для того, чтобы трудящихся, вообще и рабочий класс в частности, на этих производствах организовать. Потому что магистральная линия нашей партии заключается в том, что товарищи трудящиеся и рабочие организуются на производствах, они создадут забастовочные комитеты, и из этих забастовочных комитетов они создадут советы. И это единственный путь для создания и воссоздания советской власти. И здесь коллективный договор является средством, а не самоцелью. То есть заключение даже самых прекрасных, распрекрасных, прогрессивных коллективных договоров, если оно не связано с борьбой трудящихся на предприятиях, рабочего класса на предприятиях за этот коллективный договор. Это дурная бесконечность, которую мы получаем, хороший коллективный договор, потом у нас опять его отнимают. Хороший коллективный договор, опять его отнимают. Даже если предположить, что трудящиеся и организуются вокруг этого коллективного договора. Ну а если они не организуются вообще, то есть мы на каких-то переговорах переговорили работодателя, работодатель согласился на что-то и получился хороший коллективный договор. Но является ли это победой? Не совсем. Не организован рабочий класс, а наша основная задача, этот рабочий класс, организовывать, чтобы создать советы как органы государственной власти. Только такой путь мы видим для воссоздания советской власти. Это первое. Второе. Я хочу вернуться к докладам Центрального комитета, к отчетному докладу Центрального комитета. Я думаю, что на основании тех докладов, которые мы выслушали, можно вполне оценить работу рабочей партии России за истекший период как удовлетворительную. Первое. И на основании доложенного редакционная комиссия предлагает следующий проект постановления съезда, который я сейчас зачитаю. И перед тем, как я его зачитаю, хочу сказать пару слов как раз по этому проекту. Значит, что должен содержать и как устроен проект постановления. Проект постановления устроен следующим образом. Во-первых, мы смотрим на то, что было сделано за истекший период. Основные пункты отмечаем в этом проекте. И второе. Мы намечаем и опять же намечаем основные именно шаги, которые нам нужно сделать в следующий период. За отчетный период, я напомню, и об этом сегодня говорилось, рабочая партия России действует в соответствии с планом. Поэтому все плановые задачи, ключевые, основные в проекте, в постановлении должны быть отражены. И вот в том проекте, который я сейчас зачитаю, эти основные моменты в плане рабочей партии России, они отражены. И последнее, перед тем, как буду читать проект постановления, хочу сказать следующее. Что может показаться, что наши постановления, если их так взять в ретроспективе, они имеют такую одинаковую структуру. И мы как будто бы из года в год делаем все то же самое. И на самом деле это правильно. Потому что если мы возвращаемся к Владимиру Ильичу Ленину, то мы помним, что Владимир Ильич говорил, что нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. И вот эта мерная поступь, она отражена в наших постановлениях. Мы действуем в соответствии с планом и планомерно реализуем те задачи, которые стоят перед нашей партией. В связи с этим предлагается следующий проект постановления 26-го съезда рабочей партии России, отчет ЦК РПР и задачи партии. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета партии, с которым выступили сопредседатель рабочей комиссии ЦК РПР Кальвет ВВ, сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР Шилов ДЮ, сопредседатель организационной комиссии Золотов АВ и сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР Попов МВ, Съезд отмечает, что за истекший период партия действовала в соответствии с программой РПР и решениями предыдущих съездов по единому плану работы. В октябре 2018 года и марте 2019 года проведены семинары по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, заседания Российского комитета рабочих. Вопрос о шестичасовом рабочем дне рассматривался рабочими как ключевой вопрос текущего момента борьбы за коренные интересы рабочего класса. Были приняты постановления о борьбе за шестичасовой рабочий день и борьба за сокращение рабочего дня до шести часов для увеличения продолжительности жизни работников. На октябрьском РКР были приняты также постановления о создании первичных профсоюзных организаций, о борьбе профсоюзов за обеспечение занятости, а на РКР в марте – насущность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Актуальное содержание коллективных договоров. Накануне осеннего заседания РКР проведена международная научно-практическая конференция «Пенсионная реформа и борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников». В исполнении решения 25-го съезда членами РПР подготовлен ряд проектов коллективных договоров для предприятий ПАО «Уралкалий», ОАО «ВНИИ Трансмаш», ОАО «Метровоагонмаш», ОАО «КБСМ», КБУС «СПБ» «Городская поликлиника» номер 52, ОАО «Саратовская генерирующая компания» начиная работа по обсуждению проектов в коллективах. В августе 2018 года проведена научно-практическая конференция «Марксизм в борьбе за социальный прогресс», по результатам которой был выпущен сборник материалов. Изана книга АЭС Казенова и МВ Попова «Советы как форма государственной власти». Выпущены газеты «Правда труда» номер 34, «Народная правда» номер 159, «Зарабочее дело» спецвыпуск «Морсковский рабочий» номер 206, номера 207, 208, 209, 210, 211. Членами партии проделана большая работа по их изданию, рассылке и распространению. Ведутся регулярные занятия в Университете рабочих корреспондентов, кружках изучения науки логики в Ленинграде и Нижнем Новгороде, кружке изучения капитала, завершается седьмой год обучения слушателей в Красном университете фонда «Рабочая академия». Партия ведет пять сайтов. Фонда «Рабочая академия», Московского отделения ФРА, Новосибирского отделения ФРА, Северокавказского отделения РПР, Рабочая партия России, а также каналы ФРА на YouTube и Рабочая ТВ. Рабочая ТВ Москва. Благодаря активной работе партии продолжается рост партийных рядов. На 76 за год, при этом численность рабочих членов партии увеличилась на 86%. Большинство членов партии моложе 40 лет. Съезд оценивает работу партии за отчетный период как удовлетворительную. Съезд постановляет членам партии на предприятиях, для которых подготовлены проекты коллективных договоров, переходить к борьбе за их заключение путем агитации в коллективе, а в дальнейшем – организации забастовки. Продолжать участвовать в создании и работе профсоюзных организаций путем составления проектов прогрессивных коллективных договоров. При работе с коллективами предприятий особо разъяснять, что переход к 6-часовому рабочему дню и сокращение продолжительности трудового стажа с целью увеличения продолжительности жизни являются коренными интересами всех трудящихся. Создавать условия для образования партийных организаций путем привлечения в РПР рабочих в своих регионах. Работать в качестве корреспондентов в партийных средствах массовой информации. Все планы и деятельность партии должны быть нацелены на подготовку рабочего класса к тому, чтобы установить, осуществлять и воспроизводить диктатуру пролетариата до полного уничтожения классов в целях обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Съезд призывает рабочих и всех сторонников рабочего класса вступать в РПР. Ленинград. Разлив. Май 2019 года. Сразу же хочу сказать, что по результатам выступлений, которые я услышал, есть некоторые корректировки к тому проекту, который был роздан товарищам на руки. Первое. Количество проектов коллективных договоров значительно больше, чем указано в данном проекте. Поэтому предлагается этот абзац изложить в следующей редакции. В исполнении решения 25-го съезда членами РПР подготовлен ряд проектов коллективных договоров для предприятий. ПАО «Ралкали» мы заменяем на АО «Субр». Я так понял. Речь идет об АО «Субр». УАО «Внейтрансмаш», АО «Метровагонмаш», АО «КБСМ», ГБУС-СПБ «Городская поликлиника номер 52», УАО «Саровская генерирующая компания», ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», ПАО «ФСК ЕС филиал МП МЭС», АО «Металлургический завод «Электросталь». Вот это те коллективные договоры, о которых мне, по крайней мере, известно. Если есть какие-то другие коллективные договоры, сообщите об этом, пожалуйста, дорогие товарищи. И также я услышал, что ведутся регулярные занятия в университете рабочих корреспондентов и кружках изучения науки и логики не только в Ленинграде и Нижнем Новгороде. Поэтому я предлагаю слова о Ленинграде и Нижнем Новгороде исключить. Просто кружки изучения науки и логики. А где еще? А вот говорилось о четырех кружках науки и логики. А хорошо ли это? Так что? Надо ли их упоминать? Хорошо. Хорошо. И дальше. В кружке написано... В Новосибирске было? В Новосибирске. Или нет? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот кто-то в Москве... Раньше были сообщения, а сейчас нет никаких сообщений. Никаких. Ну, если сообщений нет, то... Михаил Васильевич, по-моему, об этом сказал. Это проект. Товарищи, это проект. Это проект. Хорошо. И я так услышал, что кружков изучения капитала у нас тоже два, а не один. Это кто в том числе? Вы что, перешли к обсуждению? Поэтому мы выступаем, Юрков Кирилл Валерьевич. Мое выступление. У меня 10 минут. А 18 часов... Поэтому предлагается, дорогие товарищи, предлагается в случае, если нет других проектов, постановлений, принять данный проект за основу. И завтра товарищи за эту ночь изучат проект и представят в редакционную комиссию все поправки, которые они хотят видеть в этом проекте. Предлагаю голосовать за такой проект. Предлагаю постановление принять за основу товарища. Прошу голосовать. Да. Против воздержавшейся единогласной. На этом, уважаемые товарищи, объявляется перерыв. Работа возобновляется завтра здесь же в 10 часов. Против воздержавшейся единогласной.